Продолжение следует... Житие Святого Отца Нашего Филиппа, Митрополита Московского и всея России. Память 9-22 января. Великий святитель Московский Филипп происходил из знатного и древнего боярского рода Калычевых, вышедшего из Пруссии в XIII веке. Отец Святого Филиппа, боярин Стефан Иоаннович, был важным сановником при дворе великого князя Василия Иоанновича 1505-1533 и пользовался его расположением и любовью. Не ослепляясь, однако, высоким саном, он отличался редкими душевными качествами – праведностью, мужеством и милосердием. И супруга его, Варвара, впоследствии принявшая иноческий сан с именем Варсонофии, была женщиной набожной и благочестивой. В своей жизни супруги Калычевы старались осуществить заповедь Господа о любви к ближним, а потому двери их дома всегда были открыты для братьев Христовой – нищих, сирых и недужных. 11 февраля 1507 года у них родился первенец, которого они назвали Феодором, будущий митрополит Филипп. Несомненно, родители Феодора приложили все старания к тому, чтобы дать своему сыну самое лучшее воспитание. Благочестивая мать вложила в чистую душу ребенка семена добра и благочестия. Когда же Феодор подрос, его отдали учиться грамоте. Книжное учение в школах того времени было преимущественно церковным, и, следовательно, как нельзя лучше отвечало домашней подготовке отрока и общему направлению его воспитания. Феодор прилежно взялся за учение и вскоре его полюбил. Не привлекали Феодора более ни шумные детские игры, ни веселья товарищей. Равнодушный к развлечениям мирским, богобоязненный отрок имел, однако, свои привязанности. С первого же шагов своего учения он полюбил чтение богослужебных книг священного писания, творений святых отцов и особенно жизнеописаний прежде живших и досточудных мужей, откуда он почерпал уроки правильной жизни. Любил Феодор посещать храм Божий, с благоговейным вниманием прислушивался к умилительным церковным песнопениям и всего более и более утверждался через это в своем стремлении к правде, к жизни по Божьим заповедям. Впрочем, живя в доме родителей, Феодор не чуждался и мирских занятий, вникал в житейские хозяйственные дела и скоро приобрел весьма большую опытность в домостроительстве. Это видно уже из того, что впоследствии на Соловках он явил себя образцом хозяином. Как сыну знатного боярина Феодору предстояла высокая служебная деятельность. Его ждала служба государева в рядах воинских и должностях придворных, а для этого, конечно, недостаточно было одного книжного обучения. Необходимо было изучать воинское искусство. Все это хорошо знали родители Феодора и с этой целью приставили к нему в качестве учителей особых слуг. Они должны были обучать Феодора верховой езде, умением владеть оружием и другим воинским навыкам, без которых невозможно обойтись вступающему на службу боярскому сыну. Такие занятия, однако, были не по душе тихому юноше. Только из послушания воли родителей он исполнял все то, что от него требовали воспитатели. Но ум его был устремлен к богомыслию, а все его старания были направлены не к тому, чтобы ловкостью и храбростью превзойти своих товарищей, но чтобы исполнить заповеди Господни. Целомудренный, скромный и обходительный со всеми Феодор не мог поэтому сойтись со своими сверстниками. Он бегал, как огня, ветреных и знатных юношей с их удылью и веселым провождением времени, предпочитая им людей пожилых и опытных, в беседах с которыми старался почерпать для себя душевную пользу. Такая степенность не по летам, чрезвычайное благоразумие в поступках и другие добрые качества Феодора возбуждали всеобщее удивление и радовали его богочестивых родителей. Когда Феодору исполнилось двадцать шесть лет, слух о благонравии юноши, принадлежащего к знатной фамилии, достиг двора царского. Имя Феодора Калычева сделалось известным самому великому князю Василию. Но вскоре последовала кончина Василия Иоанновича 3 декабря 1533 года. И только после воцарения малолетнего сына его Иоанна IV под опеку матери и бояр Феодор был призван на службу к царскому двору вместе с другими детьми боярскими. За свои прекрасные качества он был скоро приближен к государю, который полюбил Феодора. Можно было даже заметить, что детская привязанность к нему государя постоянно усиливалась. Какая блестящая будущность ожидала впоследствии этого молодого придворного. И кто бы мог даже в более зрелом возрасте устоять перед соблазнами властолюбия. Но не могли прелестить Феодора и его успехи в придворной жизни. Наоборот, здесь-то, при велико-княжеском дворе, он увидал всю суету мира и непрочность земных благ. Увидел, как трудно сохранить себя от козней боярских или легкости нравов, царившей при дворе. Среди шума и блеска придворного Феодор жил одиноко, своими думами о вечном спасении и нисколько не изменился в образе жизни. Не переставал быть кротким и мужественно отражал все соблазны, какие встречались ему на пути. С раннего детства, настроенный набожно, научившись смирению, послушанию и целомудрию, этим главным обетом монашества Феодор был уже недалек от решимости оставить мир и посвятить всего себя на служение Богу. Несомненно, поэтому он не вступал в супружескую жизнь в том возрасте, в котором по обычаю времени вступали другие. И вот вскоре настал час, когда сам Бог призвал его к жизни лучшей. Произошло это так. Правление Елены Глинской полно было смутами и раздорами среди бояр. Самовласть ее любимца, временщика князя Телепнева-Оболенского, вызвала против себя возмущение государева-дяди, князя Андрея Ивановича Старицкого. На поддержку его мужественно выступили вместе с другими и некоторые из бояр-калачевых. Однако дело князя Андрея не увенчалось успехом, и он принужден был сдаться. Но вопреки клятвенному обещанию Аболенского в сохранении ему жизни и свободы, Андрей был заключен в темницу, где и умер. Его приверженцы подверглись жестоким казням. Родной дядя Федора, боярин Иоанн Иоаннович Умной Калачев, был подвергнут пытке и заперт в темнице. Трое других калачевых биты кнутом и повешены. Эти несчастные события не могли не подействовать на впечатлительную душу Федора. Ему стало невыносимо оставаться при дворе. И тут-то, быть может, он стал жалеть о том, что заранее не уклонился от всяких треволнений мира к уединенной монашеской жизни. В молитве в храме Божьем искал он успокоения. Господи, Господи, милость твоя воняй, Однажды в день воскресный, вскоре после описанных событий, в июне 1537 года, Феодор был в церкви на литургии. Во время чтения Евангелия он услышал слова «Никто же может двема господинома работатье, Либо единого возлюбит, а другого возненавидит, Или единого держится, А друзьям же не родите начнет, Не можете, Богу, работайте и мамоне». Священные слова Евангелия, которые и ранее слыхал Феодор, на этот раз поразили его. До такой степени они отвечали его внутреннему настроению и внешнему положению. Феодор принял их за внушение свыше, За лично к нему обращенный призыв Христа Спасителя, И его сердце возгорелось огнем любви божественной. Тут же, без колебаний и навсегда, Решил он удалиться от суетного мира, Чтобы всего себя посвятить на служение Богу. Но куда было идти? Еще в раннем детстве он слыхал от многих благочестивых странников-богомольцев, Что на отдаленном холодном севере, На краю Вселенной, в океанской пучине, Есть остров Соловецкий. Пустынная его природа, Мхи да чахлые хвойные деревья растут на нем. Но зато процвела там обитель преподобных Зосимы и Саватия, Славная строгостью жизни своих иноков. Туда-то и решил уйти пустынно любивый Феодор. Ему уже исполнилось в то время тридцать лет. И вот, никому не открывая своего намерения, Феодор в последний раз посещает Кремлевские соборы, Преклоняет колено перед мощами великих чудотворцев И лобызает их, прося себе помощи и духовного водительства. Господи, Боже, Господи, Боже мой, Так напутствовал Он себя молитвой. Просветитель и Спаситель мой, И защититель живота моего, Настави мя на путь Твой, И пойду воистине Твоей. Сменив пышное одеяние царедворца на грубые одежды простолюдина, Феодор тайно оставляет Москву. Чтобы сразу порвать все связи с миром, Он уходит, даже не простившись с родными, Как ни тяжко это было его нежной и любящей душе, И, уходя, не берет с собой ничего, Кроме одежды и небольшого количества хлеба. Трудность пути по пустынным и болотистым местностям, Покрытым дремучими лесами, И отдаленность цели путешествия Не могли устрашить Феодора И заставить его изменить своему намерению. Гораздо большим препятствием служило для него Недостаточное знание дороги. И, вероятно, благодаря этому, Он уклонился в сторону от Своего пути И вышел на равнину Онежского озера. Здесь, в одной из многочисленных прибрежных деревень, По названию Хижи, Он остановился на отдых И был радушно принят крестьянином субботу. Рассказы о дальности Соловейской обители, А может быть невозможность продолжать путь По недостатку средств, Побудили Феодора пожить у субботы. Но чтобы не быть ему в тягость, Он трудами рук своих платил свое пропитание, Усердно исполняя все возлагаемые на его работы. Ведя трудолюбие и кротость неведомого странника, Суббота вскоре поручил ему пасти своих овец. И вот свыше предназначенный быть пастырем стада словесного, По воле Божией стал пасти бессловесных. Так прошло несколько времени. Изнуренные долгим путешествием силы Феодора окрепли, Изменился и сам он, благодаря непривычному образу жизни. И нелегко было теперь узнать в нем прежнего царедворца. Ничто уже более не удерживало Феодора у субботы. К тому же наступала бурная осень, Ильды могли на всю зиму прекратить сообщения с оловками. Спеша к тихому пристанищу, Феодор простился со своим гостеприимным хозяином И снова отправился в путь. Между тем родители Феодора, Не зная, куда скрылся их любимый сын, Искали его по всей Москве И окрестным городам, и селам. И после напрасных поисков Придались безутешной печали, Считая его умершим. Но Феодор был тогда уже далеко. Он плыл по морю к святой обители Соловецкой. Наконец показалась и обитель. Феодор вышел на остров. Его сердце исполнилось неизреченной радостью, Когда он с благоговением Вступил в селение великих молитвенников И чудотворцев преподобных Зосимы, Саватия и Германа. Помолившись перед раками преподобных, Феодор пошел к игумену, Чтобы испросить у него благословение На жительство в монастыре. Алексий, так звали игумена, Был добрый и простодушный старица, Но строго относился к обязанностям монаха. Он охотно принял пришельца, Но наложил на него суровое послушание Для приготовления к монашеской жизни. Получив благословение от настоятеля, Феодор с покорностью принял Возложенные на него послушания И, не ослабевая в усердии, Проходил их более полутора лет. Удивительно было видеть, Повествует его жизнеописатель, Как сын знаменитых и славных родителей, Воспитанный в ниге и покое, Предавался таким суровым трудам. Рубил дрова, Копал и удобрял земли в огороде, Носил камни, Переносил большую тягость в рыбной ловле, Работал на мельнице И все это делал с усердием. При беспрестанных трудах Он не ослабевал духом От телесных немощей И не огорчался тем, Что за труды свои вместо благодарности Принимает от неразумных людей Насмешки, ругательства И даже побои, Ибо никто не знал в обители, Кто он. Тяжелый физический труд Не мешал Феодору наложить на себя Вместе с ним Иго духовное. Он старался вникать в образ жизни Славецких иноков И, подражая в духовной жизни Наилучшим из братьев, Приводил всех в удивление Той решительностью, С какой отсекал подвижник от себя Мирские привязанности. Так проводил юный подвижник Первое время Своей монастырской жизни. Наконец, он просил Игумена и братьев О пострижении. Видя постоянные труды И послушания пришельца, Игумен и братья С радостью исполнили его просьбу. Феодор был пострижен И наречен в монашестве Филиппом. По уставу иноческому Новопострижный инок Был отдан в послушание Своему восприемнику, Опытному в духовной жизни, Старцу Ионе Шамену, Который в юности своей Был другом и собеседником Преподобного Александра Свирского, И теперь Занимал должность Духовника и уставщика В обители. Филипп Поместился в келье Благочестивого старца И под его руководством Начал подвязаться. Вскоре же после пострижения Новоначальный инок Был послан служить На монастырской кухне. С усердием И в безмолвии Трудился он здесь На пользу Всей братьи. Спустя несколько времени Филиппа перевели В хлебню. Он и там Не оставался праздным. Рубил дрова Носил воду И делал все Необходимое. Несмотря на тяжелые Работы в хлебне И поварне Филипп никогда Не оставлял Богослужения. С первым же ударом Колокола Он являлся в храм Монастырский И последним Уходил из него. Мало того, Возвратясь После дневных трудов В келью Своего наставника И после благочестивых Бесед с ним Святой Филипп Снова остановился На молитву. Кто знает, Сколько бессонных ночей Проведены им В непрерывных Стояниях. Когда же Стощенное трудами И бдением тела Требовало Отдохновения, Юный подвижник Ложился отдыхать На голую землю, Положив В изголовье Камень. И Господь Презрел На смиренного Труженика, Ободряя его В непосильных Подвигах Небесным Покровом. В Преображенском Соборе И теперь указывают Икону Богоматери Хлебную Или запечную По преданию Явившуюся Филиппу, Когда он Проходил Послушание Хлебопекаря. Суровая Подвижническая Жизнь Святого Филиппа Не могла Укрыться От общего Внимания. Все Начали Говорить О нем, Как о Примерном Иноке, И весьма Скоро Своим Смирением И благочестием Он Приобрел Всеобщую Любовь И уважение. А его Наставник Старец Иона, Радуясь За своего Ученика, Пророчески Предсказал О нем, Сей Будет Настоятелем В обители Нашей. Но всеобщая Похвала Не прещала Филиппа. Он избегал Даже и тени Славы земной, От которой Удалился В монастырь, Боясь, Как бы ради Нее Не лишиться Царства Небесного. Его душа Искала Воединения И пустынного Безмолвия. С благословения Игумена Филипп Удалился Из монастыря В глубину Острова, В пустынный И непроходимый Лес, И стал Там жить. Неозримой Людьми. И немало лет Провел Святой Филипп В пустыне. Навыкнув Безмолвию И богомыслию В тиши Уединения, Он, Наконец, Возвратился В покинутую Обитель для того, Чтобы по-прежнему Терпеливо Трудиться Вместе С братьями. Игумен Рукой И опорой В старости. С нежностью Сына Он покоил Старца В болезнях И утешал Его В скорбях. Прошло Девять лет Юноческой жизни Святого Филиппа. Отехченный Недугами Престаревый Алексий Захотел Сложить Себя Должность Настоятеля. Имея Ввиду Достоинство Филиппа И общую Любовь К нему Братья, Он открыл О своем Желании Передать Ему Управление Монастырем. Затем Призвал И высказал Своё Желание Иметь Его Приемником Своим. Но Тот И слышать Не хотел О предлагаемой Ему Власти, Считая По своему Смирению, Более Для себя Приличествующим Повиноваться, Нежели Наставлять Других. Тогда Игумен Собрал На совет Всю Братью И сказал Я Стар И немощные Силы Мои Требуют Успокоения. Кого Бы Вместо Меня Избрали Себе Настоятелем? На Вопрос Игумена Все Единогласно Отвечали. Нет Лучше Филиппа К нашему Наставлению, Ибо Никто Не может Сравниться С ним Житием, Разумом И Опытностью. После Того Филипп Не смел Прекословить Общему Избранию И согласился На принятие Сана Игуменского. Алексей Немедленно Отправил Грамоту К архиепископу Новгородскому Феодосию, В которой Просил Его От имени Всей Братья Возвести Филиппа В Сан Игумена Соловецкого. Грамоту Доставили В Новгород Несколько Старцев, Посланных От Обители. Приняв Благословение Архиепископа, Они сказали Ему, Владыка Святый, Собор Соловецкой Обители Молит Тебя Поставить Нам В Игумене Посланного С нами Монаха Филиппа. Феодосий Благосклонно Принял Просьбу Соловецких Старцев, Так как И раньше Слышал О Филиппе, Однако Спросил Их Об избраннике По смирению Уклонившимся От Представления Своему Владыке. Отчего Не вижу Его между Вами, И велел Привести Его к Себе. Филипп Вошел К святителю И принял От него Благословение. Из беседы С ним Архиепископ Убедился В его Опытности И дарованиях. Поэтому Он вскоре Рукоположил Святого Филиппа Во пресвитера И вручил Ему Жезл Игуменский. А обращаясь К сопровождавшей Его братья И сказал Вот Отец Ваш Имейте Его Во Христов Образ И подчиняйтесь Ему Со Всяким Послушанием. Получив От Архиепископа Для обители Церковную Утварь И от Многих Граждан Богатой Дары Соловецкие Иноки Отправились В обратный Путь. Новому Игумену Устроена Была В обители Торжественная Встреча. Бывший Игумен Собрав Свои Дряхлые Силы Со Во все Услышание Прочитана Грамота От Архиепископа Его Возвели На Настоятельское Место. Потом Новый Игумен Сказал Братья Своё Первое Поучение И Предложил Иереям И Диаконам Готовиться К Божественной Службе. 17 Августа 1548 Года Он Соборне Совершил Первую Литургию. В тот День Вся Братья Приобщилась Из рук Его И Все Видели Лицо Его Просветленным Как Бы Лицо Ангела. Приняв На себя Сан Игумена Вопреки Своему Желанию И Вследствие Болезни Алексия Святой Филипп Как Только Увидел Что Сила Его Предшественника Восстанавливается Опять Ушел В Пустыню. Алексий Вторично Принял На себя Управление Обителю. Филипп Еще Строже Подвязался В Безмолвии, Приходя В Монастырь Только По Праздникам Для Принятия Святых Христовых Тайн. Так Прошло Стали Управление о ее содержании и в то же время о расширении обители. Много и других забот и трудов предстояло новому игумену, но они не могли устрашить его. Благодаря своим необычайным хозяйственным способностям и личным средствам, святой Филипп в короткое время привел монастырь в цветущее состояние, и справедливо потому он может считаться новым устроителем советской обители, ибо очень многое в ней до сих пор напоминает о его деятельности. Прежде всего, имея нужду для устроения монастыря в больших средствах, Филипп обратил внимание на монастырское хозяйство. Субтитры создавал DimaTorzok Житие святого отца нашего Филиппа, митрополита Московского и всея России. Память 9-22 января. Передача вторая. В то время Соловецкая обитель владела довольно обширными землями на островах Белого моря. Но главный источник ее доходов был в отчинах или монастырских волостях, расположенных по морскому берегу. Суровый климат и скудная почва делали эти владения совершенно неудобными для хлебопашества. Зато естественные богатства вод и лесов давали обильный материал для заведения разных промыслов, из которых особенно было распространено солеварение. С их устройства и начал мудрый гумен. Он умножил и улучшил соляные варницы и вновь открыл железный промысел. А царь Иоанн Васильевич по его просьбе дал монастырю льготу беспошлино продавать 10 тысяч пудов соли и на вырученную сумму делать беспошлино же необходимые закупки для монастырского обихода. Вместе с повышением доходности волостей Филипп в то же время заботился об устройстве внутреннего порядка в их управлении и об улучшении быта населявших их крестьян. С этой целью он назначил по волостям добросовестных начальников со строгой ответственностью и определенным вознаграждением, ввел в управление выборное начало, а при раскладке податей предписывал наблюдать самую строгую правду. Всем же обиженным игумен предоставил право лично обращаться к нему с жалобами и в случае справедливости этих жалоб обещал им самое полное удовлетворение. Особенно много мер предпринято было святым Филиппом для поддержания среди крестьян доброй нравственности. Он входил во все подробности крестьянской жизни и, строго преследуя среди них пьянство и азартные игры, старался приучить их к труду и порядку. Устраивая так поморские водчины, неутомимый игумен еще более занимался благоустройством соловков. Здесь со времени вступления святого Филиппа на игуменство закипела необычайная работа. Он осушал болото каналами, расчищал заросли, удобрял землю, образовал превосходные пастбища и завел рогатый скот, построив для него двор на Мухсамольском острове в десяти верстах от монастыря, вблизи которого по завещанию святого Зосимы запрещалось разведение животных. В глухие леса соловецкие он пустил лапланских оленей, из шкур которых выделывалась обувь и одежда. Наконец, решив начать постройку в монастыре каменных зданий вместо сгоревших деревянных, святой Филипп устроил кирпичный завод и установил правильную порубку леса, чтобы не истреблять его без нужды, но даже содействовал его размножению. Это повело к проведению дорог, которые через леса, горы и осушенные болота прошли в различных направлениях от монастыря. Для указания входа в залив, в углубление которого стоит Соловинский обитель, святой игумен сделал большие насыпи и на них поставил вместо маяков высокие кресты. Затем устроил на собственное средство в гавани Заяцкого острова пристань с гостиницей и поварней, а в самом монастыре двух- и трехэтажные палаты для келей и монастырских служб. Обширные и почти беспрерывные работы требовали много рабочих рук, которыми не всегда могла располагать обитель. И вот, чтобы сделать облегчение инокам, Филипп изобрел для разных монастырских работ, особенно сельскохозяйственных, исполнявшихся прежде людьми, невиданные до то ли машины, какую-то телегу, которая сама насыпается, да и привозится, да и сама насыпет рожь на сушила, какой-то механизм, с помощью которого десятью решетами один старец сеет, и еще особое решето само сеет и насыпает и отруби разводит разно, да и крупу само же сеет и насыпает и разводит разно крупу и высевки. Но самое замечательное из хозяйственных сооружений Филиппа это так называемые Филипповы мельницы. Еще прежде, когда он проходил послушание, то присматривался к устройству соловейских мельниц, теперь же сделавшись игуменом, решил перестроить старые мельницы вновь сообразно расширившимся потребностям монастыря. Избрав для этого из многочисленных озер, покрывавших Соловейский остров, пятьдесят два наиболее удобных, он соединил их каналами, открыл спуск в самое большое из них Святое озеро, расширил это озеро и провел канал до самого моря. На этом канале внутри монастыря и были устроены мельницы. Последствием всех необычайных трудов святого Филиппа было то, что дикие и неприступные острова Белого моря сделались благоустроенными и сравнительно даже плодородными, а воздух здоровым и благорастворенным. Самая обитель украсилась новыми каменными зданиями и благолепными церквями. На построение храмов святой Филипп положил особенно много труда и забот. Так еще в начале своего игульнства он задумал соорудить теплую каменную церковь в честь успения Божьей Матери. Но не имея достаточно средств для такой дорогой постройки, Филипп обратился с Челобитной к царю Иоанну Грозному. И государь, благоволивший к игумену, пожаловал обители к Олежемскую власть с деревнями и варницами, а немного позднее приморскую деревню Сордскую, где при Троицкой церкви был первоначально погребен святой Саватий. Средства были найдены. Но прежде, чем приступить к сооружению соборного храма, святой Филипп советовался с братьями. «Отче, Господь Бог, внушивший тебе это, может тебе вспомоществовать и при самом деле. Мы же ни в чем не выступим из твоей воли», смиренно отвечали иноки на слова своего игумена. Тогда святой Филипп, видя сочувствие братья, послал за искусственными мастерами в Новгород, и по прибытии их, призвав на помощь Господа и его предчистую Матерь и чудотворцев Соловейских, ревностно приступил к делу. Постройка продолжалась пять лет, и в 1557 году, 15 августа, святой игумен осветил новый храм в честь успения Божьей Матери с пределом в честь восстановления главы святого Иоанна Предтечи, ангела-царя. При храме была устроена обширная трапеза в 12 сажен длины, и около нее несколько монастырских служб. Тяжелые своды трапезы опирались на один внутренний столб, который, поддерживая их, вместе с тем служил основанием колокольни, воздвигнутой над трапезой. На этой колокольне вместо старинных бил и клепал, Филипп устроил настоящий звон из колоколов, вылетых в Пскове на деньги, пожертванные царем. Окончив построение Успенского собора, неутомимый игумен, однако, не успокоился. На следующий же год он объявил братья о своем намерении приступить к созданию еще более обширного и великолепного храма в честь преображения Господня вместо деревянного, устроенного святым Зосимой, на том месте, где преподобный видел чудесный свет и церковь на воздухе. Братья, зная недостаточное средство обители, удивлялись намерения игумена и на этот раз кротко высказали ему свои опасения, припоминая слово евангельское. Кто бы от вас, хотя столб создать, не прежде ли сед, раз чтет имение, аще имать, ежи есть на совершение. Они говорили ему, «Отче, ты видишь, какой недостаток и большое оскудение в обители, ибо нет прилежащих городов? Откуда же ты возьмешь золото на создание великого храма?» «Братья», восторженно отвечал им Филипп, «упование на Бога необманчиво. Если будет ему угодно дело сие, он невидимо подаст нам от неоскудных своих сокровищ на воздвижение дума святому имени его». Действительно, надежда святого Филиппа на помощь Божию не обманула его. Царь был вкладчиком в пользу и этого храма. Он пожертвовал на его постройку тысячу рублей и оказывал обители разные льготы и милости. Ободренный милостью царя, Филипп, собрав лучших строителей и художников, в 1558 году приступил к сооружению нового обширного храма, весьма замечательного для своего времени. Его основание в 170 квадратных саженей лежит на кладовых и погребах, а своды подпираются двумя огромными столбами. К главному алтарю примыкают пределы, справа соловейских чудотворцев и слева архангела Михаила, четыре другие пределы устроены в соборных главах. Впрочем, святой Филипп не успел при себе окончить строение Преображенского собора, но заранее приготовил для него утварь, разноцветные стекла в узорчатых рамах для окон, драгоценные ткани, серебряные подсвечники, кадила, книги, образа, все большей частью на собственное средство. С северной же стороны храма, под папертью, он сам ископал себя могилу, рядом с другой, в которой похоронил своего духовного наставника, иеромонаха Иону. Усердно занимаясь возобновлением монастыря, постройкой новых храмов и зданий, святой Филипп не менее заботился и о сохранении всего, что было связано с воспоминанием о строителях обители и о чудотворцах Соловецких. Он обрел чудотворный образ Адегитрии, принесенный преподобным Савватием на пустынный остров, и поставил эту святыню над его гробом, а его каменный крест водрузил в часовне, где покоился святой Герман, его сподвижник. Собственноручно исправил ветхую келейную псалтирь преподобного Зосимы и вычинял его в убогие ризы, в которые любил обликаться для священнослужения. Наконец, по распоряжению же святого Филиппа было дополнено житие преподобных чудотворцев Соловецких описанием чудес, совершенных угодниками Божиими со времени его пребывания на Соловке. Распорядительный хозяин беспримерной выночестве, святой Филипп был в то же время мудрым правителем и опытным наставником в духовной деятельности. Он входил во все подробности монашеского быта, столь хорошо ему знакомого, и старался предупреждать все нужды монаха. Сознавая необходимость в здоровой пище при суровости северного климата, святой Филипп улучшил братья трапезу, завел однобразие и благоприличие в одежде, уставив, поскольку кто из братья должен иметь в келье одежд и обуви. Для желающих уединения он учредил пустынки в глуши лесов, а на Заяцком острове устроил на свои средства целый скид с деревянными кельями и службами. Наконец, чтобы доставить покой и призвение дряхлым и недужным инокам и труженикам обители, а также, вероятно, и больным богомольцам, святой Филипп устроил в монастыре больницу. Но при заботах об удобстве и хотя скромном довольстве братья святой игумен отнюдь не дозволял в обители праздности, лености, привычек межских, несогласных с духом монашества. С разборчивостью принимал он в число братья таких, которые вместе с иночеством возлюбили неразлучный с ним труд. Сам настоятель всех руководил своим примером и среди всяких тягостей и трудов многообразной деятельности не ослабевал в подвигах иночество и даже отшельничество. По-прежнему не прекращал он своих молитвенных бдений и удручал тело постом, стремясь к окончательной победе над чувствованными помыслами и желаниями. По временам, освобождаясь от дел, святой Филипп любил удаляться на безмолвие в пустыньку, находившуюся недалеко от святого озера, в двух с половиной верстах от монастыря, которые доселе носят название Филипповой. Так, переходя от подвига к подвигу, от добродетеля к добродетели, он восходил к высшему совершенству. Молва о мудрости и добродетелях Соловецкого игумена быстро распространилась далеко за пределы Северного края. С большим вниманием относились к нему и в Москве. В 1550 и 1551 годах святой Филипп был вызван царем в Москву и заслужил его расположение. К прославившемуся святостью жизни игумену присылали для увещевания и исправления заблуждающихся в вере и даже опальных, навлекших на себя гнев царский. В 1554 году по соборному определению был прислан в Славецкий монастырь бывший игумен Троицкой Лавры Артемий, обвиненный в участии сиритиком Бакшиным. Соборной грамотой приписывалось Филиппу не только держать Артемия в заключении, но и навещать и вразумлять его от божественного писания. На Соловке же немного позднее, а именно в 1560 году был сослан знаменитый духовник и советник царя Иоанна Васильевича Грозного священник Сильвестр. Здесь он принял пострижение с именем Спиридона и окончил свою жизнь, будучи любим и уважаем святым игуменом, несмотря на царскую опалу. Ссылка Сильвестр и одновременное же удаление от царского двора Адашева, другого любимца советника царя, были лишь началом бедственных событий, разразившихся скоро в Москве, и в них-то промыслом Божиим суждено было святому Филиппу принимать ближайшее участие, но уже не в скромном звании игумена, а в сане первосвятителя русской церкви. В это время с царем Иоанном Грозным произошла большая перемена. Ревнивый до своей власти и возбуждаемый нашептываниями льстецов, уверявших царя, будто его советники сняли с него всю власть, сами огосударились, он сделался подозрительным и жестоким, удалил от себя прежних своих любимцев и подпал влиянию людей недостойных. Мало того, он скоро объявил всех бояр, ненавистных ему изменниками, а духовных лиц их укрывателями. И чтобы возможно лучше отгородиться от них, царь разделил в 1565 году все государство на опричнину и земщину, образовав для себя особый отряд телохранителей, которые назывались опричниками. Иоанны мелким полное гаверие. Пользуясь этим, опричники делали в Москве все, что хотели. Дерзость их доходила до того, что они грабили и убивали ни в чем не повинных земских людей, а имение и водчины их отбирали в свою пользу. Никто не смел жаловаться на них царю. При таких обстоятельствах митрополит Афанасий, больной и слабый старец, видя скольп народа и не имея в себе достаточно сил, чтобы противодействовать Иоанну Грозному, 16 мая 1566 года отказывается от митрополии и удаляется в чудо в монастыре, где был ранее пострижен в монашество. На его место был избран святой архиепископ Казахский Герман и, как будущий митрополит, уже жил в первосветительских палатах. Но прошло несколько дней, и он по наущению опричников был изгнан из митрополии за то, что осмелился обратиться к царю с наставлением и напоминанием об ответственности его перед судом Божиим. Следовало избрать нового митрополита. Тогда царь вспомнил о святом Филиппе, о котором у него сохранились лучшие воспоминания с детства. По совету со священным собором и со своими приближенными боярами он решил возвести его на митрополичий престол. На Славке была послана грамота. Царь очень милостиво писал игумену и звал его немедленно в Москву духовного ради совета. По получении грамоты святой Филипп в собрании всей братьи объявил о воле царя и немедленном своем отъезде. Глубокой скорбью поразило братью это известие. Может быть, они уже предчувствовали, что не увидят более своего любимого наставника. тьмы luego подъема святой земли и дверь и святой гостей любви В последний раз святой Филипп совершил в своей родной обители литургию, причастил всю братью святых тайн и после прощальной трапезы отправился в столицу, напутствуемой благословением. Дорога, к которой он направлялся к Москве, шла через Новгород, и вот навстречу святому Филиппу в версты и задве вышли новгородцы, мужчины, женщины и дети. Приблизившись к нему, они кланялись и слезно молили его, «Отче, будь ходатаем за нас и за город наш перед царем, заступись за свое отечество, ибо мы слышали, что царь держит гнев свой на нас». Богосклонно выслушав их просьбы, он вступил в город, где и был радушно принят его наместником. Но недолго оставался святой в Новгороде. По зову царскому он спешил в первопрестольный город Москву, где его ждала торжественная встреча. Много внимания оказал сам царь прибывшему игумену. Он осыпал его щедрыми дарами, ласково беседовал с ним и угощал на своей трапезе. Наконец, решил открыть причину его вызова в Москву. Но, зная смирение святого, царь начал свою вещь издалека, описал ему тяжелое положение церкви без пасторя, дружески раскрыл перед ним свое затруднение в выборе первого святителя и в заключении объявил, что по его державной воле и всего освященного собора Филипп должен быть митрополитом. Эта беседа происходила в присутствии высшего духовенства и бояр. И все собрание вслед за царем единогласно признало Филиппа достойным престолом. Изумился смиренный игумен, что на его долю выпала такая высокая честь. И, прослезившись от волнения, смиренно отвечал, «Нет, милосердный государь, не разлучай меня с пустынью и не возлагай на меня дела выше сил моих. Отпусти Господа ради, отпусти, ибо ненадежно вручать ладье малой бремя великое». Но царь настаивал им о своем предложении, а епископы словами Писания убеждали Филиппа не прикословить божественному призванию и воле царской и не зарывать в землю Богом данный ему талант. Тогда святой Филипп, будучи понуждаем царем и собором на митрополию, объявил, что он готов исполнить царскую волю, если только царь отменит опричину, иначе ему быть митрополитом невозможно. А если его и поставят, он принужден будет покинуть митрополию. Святой Филипп требовал соединить воедино разделенное царство, как было прежде, то есть уничтожить опричину. Это смелое требование сильно раздражило царя. Казалось, что и Филипп, подобно Герману, будет отвергнут с бесчестием. Но царь еще слишком благоговел перед советским игуменом, чтобы решиться на его удаление. И потому, по просьбе архиепископов и епископов, он смягчил свой гнев на Филиппа и велел им добиваться от него, чтобы Филипп ставился на митрополию, но не вступался в дела двора и опричнины, и советовался бы с царем, как прежние митрополиты, с его отцом и дедом. Духовенство и бояре от себя слезно молили святого Филиппа принять сан митрополита. Убежденные в его добродетелях, они надеялись, что он на месте первосвятителя твердостью своего духа и благоразумием возвратит Иоанну и всему царству прежнее спокойствие. После этих убеждений Филипп не мог не согласиться и дал свое слово архиепископам и епископам. Как говорится в нарочито составленной грамоте, что он по царскому слову и по их благословению соглашается стать на митрополию, что в опричнину и в царский домовой обиход ему не вступаться, и по поставлению из опричнины и царского домового обихода митрополии не оставлять. Так, после долгих убеждений, изъявил святой Филипп покорность в воле царской. Но отказавшись от вмешательства в политические и личные отношения царя, он оставил с собой право печаловаться за невинно гонимых и говорить царю о правде евангельской и о правде церкви во всех тех случаях, когда они попирались. Субтитры создавал DimaTorzok Житие святого отца нашего Филиппа, митрополита Московского и всея России. Память 9-22 января. Передача третья 20 июля соборный приговор был подписан нареченным на митрополию Соловецким игуменом Филиппом, А через пять дней, 25 июля 1566 года, в Успенском соборе в присутствии царя и царской фамилии, всего двора и многочисленного народа, при соучастии почти всех святителей земли русской, торжественно совершено было рукоположение святого Филиппа в митрополита всея Руси. По совершении литургии царь вручил новопоставленному святителю пастерский посох святого Петра митрополита, а сонм архиереев возвел его на святительское место, откуда святой Филипп произнес свое первое глубоко прочувственное слово к царю. Он говорил царю о его долге, быть отцом для своих подданных, кротко выслушивать просящих помощи, внимать в нищете страждущим, а не превозноситься высотой своего положения, зная, что и над ним есть высшая небесная власть. Убеждал принимать советы людей добрых, но отвращать свой слух от клеветников и льстецов, которые ослепляют ум царей, заботясь не о позе государства, а лишь об угождении власти и своих выгодах. Быть твердым в православной вере и защищать отечество от вражеских нападений, но, охраняя правила доброго закона от посягательства на него со стороны людей злых, наибаче всего помнить, что сила и величие царя заключается не столько в вратных подвигах, сколько в любви, которой он приобретает сердца своих подданных. После речи к царю новопоставленный святитель обратил свое назидательное слово и ко всей пастве. С великой радостью внимали присутствующие голосу архипастыря, уже давно не раздававшемуся. Царь без гнева выслушал речь митрополита. По окончании же богослужения радушно угощал святого Филиппа все духовенство и бояр в своих царских палатах. По-видимому, правдивые слова святителя не остались без добрых последствий. Царь стал мягче в обращении с подданными, казни совершались реже, даже опричники присмирели в виде уважения царя к Филиппу и боясь обличений святителя. Эта перемена не прошла, конечно, незаметной для народа, и снова зародилась в его душе надежда на лучшее будущее. Все приободрились, начали думать, что уже настал конец бедам, и благословляли доброе влияние митрополита на царя. Между тем святой Филипп спешил воспользоваться наступившим спокойствием, чтобы внимательнее заняться делами церкви. Первой его заботой было назначение нового епископа в Полоцк, недавно, в 1563 году, завоеванной у Польши. Святой Филипп ясно понимал важность этой пограничной епархии и потому заботился о ней постоянно, даже в самые смутные дни своего правления. Так, в сентябре 1568 года, получив известие о недостатке священнослужителей в Полоцке, он немедленно отправил туда 33 священника и диакона из Новгорода. До нас не дошло подробных сведений о других действиях святого Филиппа, касающихся управления и церковного благоустройства. Но если в сане Игумена на Соловках он проявлял необыкновенную деятельность, то, конечно, не менее деятелен был теперь на престоле первосвятителей московских. Однако шумная жизнь столичного города, от которой давно уже отвык святой Филипп, была тяжела для его смиренной души. Вдали от чудотворцев соловецких он чувствовал себя сиром и, часто вспоминая о своей тихой обители, укоризненно говорил себе. Что случилось с тобою, убогий Филипп? Неужели не удовлетворяло твоему мирскому тщеславию начальство над отцами в Кеновии? Ты восхотел большего. Посмотри же, от такого спокойствия в какие труды ты предал себя, и от такой безмятерной тишины в какую бездну устремился корабль души твоей. Между тем, святая Битель Соловецкая, благодаря его стараниям, процветала все более и более. Впрочем, о ее благоустройстве он не переставал заботиться и теперь. И даже в 1568 году посылал распоряжение об окончании начатых им работ по расширению Святого Озера. Но самое главное, что составляло первую заботу святого Филиппа, было уже сделано. Соборный храм Преображения, почти уже выстроенный им в бытности на Соловках, теперь был совсем закончен и освящен в первый год его святительства, в самый день праздника Преображения Господня. С известием об этом прибыл в Москву и эрмонах Спиридон, который привез для государя и митрополита святую воду и частицы мощей чудотворцев. Подобные и, конечно, редкие сношения с Соловецкой обителю не могли удовлетворять святого Филиппа. Постоянно пребывая в ней духом, святитель восхотел иметь вблизи себя вещественное напоминание о духовном общении с преподобными отцами Соловецкими. С этой целью он устроил у себя в митрополии небольшой храм во имя преподобных Зосимы и Саватия и благолепно украсил его. Сюда же часто приходил для божественной службы и для уединенных молитв в минуты душевной скорби, прося благодатной помощи на новом высоком служении своем. А эта невидимая помощь особенно необходима была святому Филиппу теперь, когда приближалось время его подвига. Спокойствие и тишина, наступившие в Россию со вступлением на святительство Филиппа, продолжались недолго. В июле 1567 года перехвачены были письма поискового короля Сигизмунда и литовского гетмана Хаткевича, главнейшим нашим боярам, с приглашением отъехать в Литву. Начались страшные казни. Не только бояре, обвиненные в измене, погибали в страшных муках, но пострадали даже многие граждане. Пользуясь неограниченным доверием царя, вооруженные опричники под видом искренения Крамолы неистовствовали в Москве. Убивали всех ненавистных им лиц и отбирали их имущество. Кровь лилась рекой. На пустелых площадях и улицах столицы валялись неубранные трубы, которые никто не смел погребать. Вся Москва как бы замерла от страха, и напуганные граждане опасались выходить из своих домов. Святой Филипп, видя непрекращающееся бесчинство опричников, решил, наконец, обратиться к царю с увещеванием остановить кровопролитие. Но прежде чем сделать это, он постарался привлечь к этому высокому делу пастыри церкви, молчаливо покалявшихся всем приказаниям грозного царя. Призывая их к самоотвержению, он говорил им, «На то ли собрались вы, отцы и братья, чтобы молчать, страшась вымолвить истину? Но ваше молчание душу цареву в грех вводит и в своей душе делает горшую погибель, а православные вере наносят скорбь и смущение». Субтитры создавал DimaTorzok Боитесь ли лишиться славы тленная? Но никакой сан мира сего не избавит вас от муки вечной, если приступим заповедь Христову и забудем наш долг, пищись о благочестии благоверного царя, о мире и благоденствии всего православного христианства. На то ли взираете, что молчит царский синклит? Но бояре связаны попечениями житейскими, нас же Господь освободил от них. Мы поставлено право править великую истину, хотя бы и душу положили за порученное стадо. Вы сами знаете, что за истину будете истизуемы в день судный. Горячий призыв архипастыря не нашел, однако, отклика и поддержки среди пастырей. Им не хватало мужества, чтобы противиться царю, а потому на все убеждения святого Филиппа они уклончиво отвечали. Добро было во всем царя слушайте, и волю его творите, а не разгневливайте. Впрочем, некоторые из них, по крайней мере в глубине души, сочувствовали святому Филиппу, а святой Герман, архиепископ Казанский, и не скрывал своего сочувствия митрополиту. Другие же, напротив, всеми силами старались повредить ему. Самоотверженность святителя была невыносима для их честолюбия. В числе последних был Пимен, архиепископ Новгородский, мечтавший сам быть митрополитом, Пафнутий Суздальский, Филофий Рязанский, но более всех восставал против митрополита духовник Госудалев, Благовещенский, протопоп Евстрафий, пользовавшийся расположением и доверием царя, несмотря на то, что был в запрещении от митрополита. Он тайно и явно, при всяком удобном случае, доносил царю на первосвятителя все те клеветы и наговоры, которыми старались его враги раздуть в душе царя искру подозрительности, зараненную первым требованием Филиппа об отмене опричнины. Несмотря на такое малодушие духовенства, святитель не устрашился один обратиться с увещеваниями царю, надеясь словами Писания укоротить его гнев и успокоить его возмущенную душу. Увещания эти сначала были тайные, но когда они не подействовали, святитель перешел к открытым обличениям. 21 марта 1568 года в неделю крестопоклонную в соборном храме святой Филипп обратился к Грозному с такими словами. Державный царь, ты облечен от Бога самым высоким саном и потому должен чтить более всего Бога. Но скипетр земной власти дан тебе для того, чтобы ты соблюдал правду в людях и царствовал над ними законно. По естеству ты подобен всякому человеку, как по власти подобен Богу. Подобая же тебе, как смертному, не превозноситься и как образу Божию не гневаться, ибо только тот по справедливости может называться властелином, кто сам собою обладает и не работает позорным страстям, но побеждает их с помощью своего ума. Слышно ли, где, когда было, чтобы благочестивые цари возмущали свою державу? Не только при твоих предках, но даже у иноплеменников никогда ничего подобного не бывало. Не превыше к таким обличениям царь с гневом сказал Филиппу, что тебе чернецу задело до наших царских советов? Или не знаешь, что мои же хотят меня поглотить? Я точно чернец моему Христу. Кротко возражал на это святитель. Но по благодати Святаго Духа, по избранию Священного Собора и твоему изволению я, пастырь Христовой Церкви, и вместе с тобой мы должны иметь попечение благочестия и мире всего православного христианства. Одно говорю тебе, честные отчи, молчи, — повторял Иоанн, — а нас благослови действовать по нашему изволению. — Благочестивый царь, — отвечал Филипп, — наше молчание ведет тебя к греху и всенародной гибели, ибо худой кормчий губит весь корабль. Так и мы, если будем следовать воле человеческой, то как скажем в день пришествия Господня, «Сеаз и дети, я же медал есть Бог». Сам Господь заповедал нам любить друг друга и душу свою полагать за други свои. Слова любви несколько успокоили раздраженного царя, и он стал оправдывать свою жестокость тем, что его окружают тайные враги, говоря словами пророка Давида. «Владыка святый, восстали на меня друзья мои и искинные мои, прямо мне приближившиеся и сташе, и нуждахуся, ищущие душу мою, ищущие злая мне». «Государь, — отвечал Мората святитель, — есть действительно люди лукавые и льстивые, но надо бы науметь различать добрых людей от худых, приближая к себе людей, желающих советовать тебе добрые, а не ласкателей, тех, которые соблюдают общую пользу, а не таких, которые имеют в виду лишь угождение сильным. Грешно не возборонять согрешающим, но зачем разделять единство державы? Ты поставлен от Бога судить в правде людей Божьих, а не представлять из себя мучителя. Обличи тех, кто неправо говорит пред тобою, как гнилые члены отсеки их от себя, и устрой воедино народ свой, ибо там лишь пребывает Бог, где единодушие и нелицемерная любовь». Царь скричал, «Филипп, не прикослуй в державе нашей, а не то гнев мой постигнет тебя, или оставь свой сан». Но святитель сказал ему, «Я не просил тебя о сане, ни ходатая в к тебе не посылал, и никого не подкупал, чтобы получить его. Зачем ты сам лишил меня пустыни? Если ты дерзаешь поступать против закона, твари как хочешь, а мне непростительно ослабевать, когда приходит время подвига». После сих слов царь в большом раздумье и гневе удалился в свои палаты. Этим воспользовались враги святого Филиппа, опричники Малюта Скуратов и Василий Грязной со своими единомышленниками, давно уже искавшие повода отомстить неутомимому обличителю их безобразий. Они умоляли Иоанны не выдавать их Филиппу, а ради его речей не оставлять опричненную и обычного образа жизни, стараясь внушить ему, что митрополит заодно с его врагами-боярами, которых он покрывает. Старания врагов святого Филиппа не остались бесплодными. Царь не слушал настойчивого митрополита и, не обращая внимания на его обличение, продолжал прежний образ жизни. Мало того, жестокость его все более и более усиливалась. Казни следовали за казнями, и опричники, ободренные безнаказанностью, наводили на всех ужас. В отчаянии граждане московские шли к митрополиту, со слезами молили его о защите. И святой Филипп, сам возмущенный до глубины души, один поддерживал в народе бодрость духа и веру в лучшее будущее. — Не скорбите, дети, — говорил святитель, — верен Господь. Он не попустит нам быть искушаемыми сверх сил и не даст нам погибнуть до конца. Если враг человеческий и воздвигнул на нас брань, то вскоре на его же главу обратится. Не Господь ли сказал, что нужда есть прийти соблазном? А бачев горе человеку тому, им же соблазн приходит. — Здесь-то и уготовь на нам венцы, здесь-то и мне предстоит благой подвиг. Апостол говорит, не на лице зрит Бог. Давид воружает меня песнью, глаголах о сведениях твоих предцари и не стыдяхся. Все это, избранники Божии, случилось с нами по грехам нашим для нашего спасения и исправления. Вот секира лежит при корене, но помните, что не земные блага, а небесные обещал нам Бог. Я же радуюсь, что могу пострадать за вас, ибо вы — мой ответ перед Богом, вы — венец мой от Господа. После беседы со своим пастырем успокоенные и утешенные жители расходились по своим домам. Субтитры создавал DimaTorzok Спустя несколько времени, в воскресный день в Успенском соборе было митрополичье служение. Уже во время службы вдруг появились в храме царь с толпой придворных и опричников, и царь и свита были в черных высоких шапках и черных рясах. Царь подошел к святому Филиппу, стоявшему на своем митрополичьем месте, и ждал от него благословения. Три раза обращался он к святителю, но тот не отвечал ни слова, как бы не замечая присутствие царя. Наконец бояре сказали, «Владыка святый, благочестивый государь, царь Иоанн Васильевич Всеруси пришел к Твоей святости и требует от Тебя благословения». Тогда святой Филипп взглянул на царя и, подойдя к нему, произнес, «Государь, кому поревновал Ты, изменив благолепие Твоего сана и облегшись в неподобающий Тебе образ? С тех пор, как светит солнце на небе, неслыханно, чтобы благочестивые цари так возмущали собственную державу. Убойся Божия суда и постыдись своей багренице, полагая законы другим, для чего сам делаешь достойное осуждение? Правда царева в суде, по слову Писания, а ты лишь неправду творишь Твоему народу. Как страждут православные у всех народов, даже у татар и язычников есть закон и правда, только у нас их нет. Всюду находим милосердие, а в России и к невинным, и праведным нет жалости». Мы, Государь, приносим здесь чистую бескровную жертву Господу о спасении людей, а за алтарем рьется невинная кровь христианская. Хотя и образом Божиим возвеличен Ты, однако же и Ты смертный человек, и Господь взыщет все от руки Твоей. Ты глубоко изучил Божественное Писание, а чего же не следуешь Ему? Всяк не творяй правды несть от Бога, и не любяй брата своего. «Филипп», — сгнял он, — сказал царь, — «нашу ли волю думаешь изменить? Лучше было бы тебе быть единомысленным с нами». «Тогда к чему же вера наша?» — отвечал ему святой. «Напрасны и страдания Спасителя и Его заповеди, данные нам, если мы сами ныне рассыпем то, что нам даровал Господь, чтобы мы непорочно сие соблюдали. Не о тех скорблю, которые невинно предаются смерти, как мученики. Я скорблю о тебе. Пекусь о Твоем спасении». Но Грозный уже не слышал слов праведника. В гневе махал рукой на свидетеля, грозил ему изгнанием и разными муками. «Наше ли державе смеешь ты противиться?» — кричал он. «Увидим Твою твердость». «Я пришлез на земле и переселенец», — тихо ответил на это святитель. «Как и все отцы мои, подвязаюсь за истину благочестия, и хотя бы мне пришлось и сана лишиться, и лютые страдания претерпеть, не смирюсь пред тобою». Вне себя от гнева вышел царь из храма, решив погубить своего обличителя. Но он еще не смел наложить рук на уважаемого всеми святителя. Нужно было прежде уронить его во мнении народным. Здесь открывалось широкое поле для всякого рода клеветников. Так еще в соборе враги святого Филиппа, желая унизить его всенародно, подготовили на старца самую гнусную клевету, которую поручили произнести перед всеми юного чтеца домовой митрополичей церкви. Выслушав отрока Пимен Новгородский и другие епископы, угодники царские, как бы в вере его словам, с негодованием воскликнули. «Царя обличает, а сам делает гнусности». Услышав это, святой Филипп заметил Пимену. «Хотя ты и человеку угодничаешь, и чужой престол домогаешься восхитить, но скоро лишишься и своего». Епископы, сочувствующие святому Филиппу, конечно, понимали всю нелепость возведенного на него обвинения, но не смели сказать ни слова в его защиту. Они только молили святителя простить невольного клеветника, который тоже со слезами на глазах сознался перед своим дядей, соборным экономом Харлампием, что говорил неправду по принуждению и из страха. В виде раскаяния отрока, добрый пастырь ласково сказал ему, «Будет тебе милости в Христос, и додаст тебе прощение, но и ты отпусти тем, которые тебя этому научили». Затем, обратившись к епископам, святитель сказал, «Вижу готовящуюся мне кончину, но знаете ли, почему меня хотят изгнать отсюда и возбуждают против меня царя? Потому что не листил я пред ними, не дарил их богатыми одеждами и не угощал их перами. Впрочем, что бы ни было, не перестану говорить истину, да не тщетно ношу сан святительский». После этого столкновения с царем святой Филипп переехал из Кремля в монастырь святого Николая Старого, ныне греческий монастырь на Никольской улице. Между тем ужасы опричнины продолжались как в столице, так и далеко за ее пределами. Как бы на зло митрополиту царь дозволял себе всевозможные мерзости. Казнил князя Василия Пронского, только что принявшего монашество, а сам неистовствовал в окрестностях Москвы. Жег боярские села и усадьбы, увозил их жен и устреблял даже скот. Видев святом Филиппе своего защитника, народ не оставлял его, а царь при встречах не мог говорить с митрополитом без раздражения. Наступило 28 июля, день святых апостолов Прохора и Никанора. В этот день по случаю храмового праздника перенесения иконы Дегитрии Смоленской митрополит совершал обычный крестный ход по стенам Новодевичьего монастыря. Присутствовал по обычаю и сам царь, окруженный толпой опричников. Когда крестный ход достиг святых ворот и остановился для прочтения святого Евангелия, святой Филипп обратился к народу, чтобы преподать мир всем. Вдруг он заметил опричника, стоящего позади царя в татарской тафе. Негодование возмутило душу святителя, и, обратясь к царю, он сказал ему, «Когда совершается божественное словословие и читается Слово Божие, подобает внимать ему с открытой головой. С чего же эти люди следуют агарянскому обычаю, стоят с покрытыми головами? Не в силе здесь единоверцы?» «Как? Кто это такой?» спросил царь. «Некто из твоей дружины с тобою пришедший», отвечал ему святитель. Царь окинул взором свою свиту, но опричник уже успел снять и скрыть свою тафью. Это рассердило Грозного, и он непременно хотел дознаться, кто учинил беззаконие. Несмотря на это, никто из присутствующих не посмел от подвиновного, потому что он был одним из любимцев царских. Приближенные же Иоанна сумели уверить его, что митрополит солгал, издеваясь всенародно над его царской державой. Тогда разгневанный царь стал грубо ругать святителя, называл его лжецом, мятежником, клялся, что улечит его во всем, и с этого же дня начал проводить свое намерение относительно неизложения святого Филиппа. Субтитры создавал DimaTorzok Житие святого отца нашего Филиппа, митрополита Московского и всея России. Память 9-22 января. Передача 4. Желая придать своему замыслу вид законности, Иоанн не задумался устроить показной суд над праведником. Ему хотелось, чтобы митрополит был неизложен как бы за свое дурное поведение. С этой целью царь приказал схватить всех главных бояр и сановников митрополичьих. Их заключили под стражу, пытали, стараясь выведать что-нибудь недоброе о святителе, но ничего не допытались. Тогда, не надеясь найти оснований к обвинению святого Филиппа в Москве, где его жизнь, сиявшая добродетелями, была известна всем и каждому, послали на словки известных недоброжелателей Филиппа, суздорского епископа Пафнутия, андроньевского архимандрита Феодосия, и князя Василия Темкина с военным конвоем, как бы для расследования его тамошней жизни. Прибыв в Соловейский монастырь, они употребили все, и ласки, и угрозы, и дары, и обещания почестей, чтобы найти между иноками лжесвидетелей на митрополита. Более всего старался Пафнутий, который не хотел слышать ни одного слова правды о святом. Обещаниями епископского сана он привлек на свою сторону игумена Паисия, недостойного преемника святого Филиппа по игуменству. Примером настоятеля соблазнилось еще несколько легкомысленных иноков, а на других подействовали угрозами. Были, однако, благочестивые старцы в Соловейской обители, которые, несмотря на все угрозы и даже мучения, не согласились лгать. Они единодушно свидетельствовали о непорочной жизни святого Филиппа и его отеческом попечении, о спасении вверенной его надзору братья. Но послы царские не слушали их. Записав клеветы и лжесвидетельства на святителя и взяв с собой Паисия и других клеветников, они поспешили в Москву. Иоанн Грозный, которому немедленно были доставлены лживые обвинения против святого Филиппа, остался ими доволен и приказал собрать им боярам и епископам в соборной церкви Успения для открытого суда над митрополитом. Это было 4 ноября. В назначенный час прибыли сам государь и невинно обвиняемый первосвятитель. Облачение в святительские одежды предстало на суд. Началось чтение доносов, но обвинителей налицо не было, ибо царь побоялся дать святому очную ставку с клеветниками. По прочтению доносов остановились, чтобы выслушать обвиняемого. Святой Филипп, считая излишним оправдываться, ибо знал, что его участь уже заранее решена, обратился к царю с такими словами «Государь и великий князь, ты думаешь, я боюсь тебя или смерти? Нет. Лучше умереть невинным мучеником, чем в сане митрополита безмолвно терпеть все эти ужасы беззакония. Твори, что тебе угодно. Вот жезл пастырский, вот клубок и мантия, которыми ты хотел меня возвеличить. А вы, служители алтаря, продолжал святитель, обращаясь к епископам, пасите верно стадо Христово. Готовьтесь дать ответ Богу и страшитесь царя небесного более, чем земного». Сказав эти слова, святой Филипп снял себя знаки своего достоинства и хотел удалиться. Но царь остановил его, сказав, что ему должно еще ожидать соборного определения, а не быть своим судьей. Принудил его взять обратно одежду святителя и еще служить обедню 8 ноября. Это был праздник архангела Михаила. Митрополит Филипп в полном святительском облачении стоял на своем месте в Успенском соборе, готовясь в последний раз совершить бескровную жертву Господу. Вдруг с шумом растворились двери церковные и в собор вошел царский любимец Алексей Басманов с толпой воинов и опричников. Богослужение было прервано. Басманов приказал прочитать вслух перед всем народом царский указ и приговор собора о неизложении митрополита, причем оглашены были и все клеветы на него. По окончании чтения пришедшие с яростью кинулись на святителя и стали сорвать с него священные одежды. Святой Филипп не смутился духом и старался успокоить свой клир. Дети, говорил он, прискорбно душе мое разлучение с вами, но я радуюсь, что терплю все это ради церкви Божией. Настало время ее вдовства, ибо пастыри, как наемники, презираемы будут. Не удержат они здесь свои кафедры, не будут погребены во святой сей церкви Божьей Матери. Накинув на плечи святого оборванную и грязную рясу простого инока, опричники вытолкали его из храма, били метлами по голове, посадили на дровни и осыпая бранью и побоями, повезли в Богоявлянский монастырь. Толпы народа, совершенно запрудив тесную Никольскую улицу, со слезами провожали своего архипастеря. Но он, мужественно перенося сие уничижение, с радостным лицом благословлял на обе стороны своих духовных чад, увещевая и хранить терпение и молиться Богу. Пред вратами обители святой Филипп в последний раз обратился к окружающей его пастве с удержительными словами. «Все это принял я ради вашего блага, чтобы умиротворилось смятение ваше. Если бы не любовь к вам, ни одного дня не хотел бы здесь оставаться. Но удержало меня Слово Божие. Пастрыль добрый душу свою полагает за овцы. Не смущайтесь все это от лукавого, но Господь сие попустивший нам помощник. Христос с нами, кого убоимся. Готов я пострадать за вас, и любовь ваша сплетет мне венец в будущем веке, ибо с болезнями сопряжена победа. Но умоляю вас, не теряйте надежды, с любовью наказывает нас Господь для нашего же искупления. Не от чужих страданий, ад своих, с радостью переносите от них скорби, ибо Господь велел добро творить ненавидящим нас и за них молиться. Бог же мирно устроит все на пользу по своей благости. Приняв последнее благословение от святителя, народ в смущении разошелся по своим домам, а святой Филипп был заключен в обитель. через несколько дней незложного митрополита с таким же поруганием повезли на митрополию, чтобы объявить ему окончательный приговор. Здесь, в присутствии царя и епископов, соловецкий игумен Паисий со всей наглостью подтвердил все те обвинения против святого Филиппа, которые он со своими сообщниками ранее письменно представил царю. Святитель сказал Паисию своему ученику, Благодать Божия, да будет на устах твоих чадо, ибо льстивые уста против меня отверзлись. Не слышал ли Божие Слово, аще кто речет брату своему уроди, повинен есть гиене огненной. Вспомни и другое изречение священного Писания, что посеет человек, то и пожнет. Это слово не мое, а Господне. Поднялся шум, святитель же стоял как кагнец посреди волков. Его признали виновным в разных преступлениях и, между прочим, в волшебстве. Есть известие, что Ян Грозный, не улетворенный неизложением митрополита, хотел еще осудить его на сожжение и только по ходатайству духовенства согласился оставить ему жизнь, определив вместо казни пожизненное заключение в монастыре. Но святого не страшила его собственная участь. В настоящую минуту, как и всегда, он болел сердцем за несчастную Россию, и снова в последний раз он обратился с увещеванием к царю, умоляя его жалиться над своими подданными и прекратить свои нечестивые дела. «Вспомни древних царей и князей и посмотри на нынешних. Те, которые добро творили, ублажаются поныне, а которые жестоко держали царство, те проклинаются, и ты, христолюбивый, подражай обычаям добрых». Не отвечая на слова Филиппу, Иоанн велел страже взять святого старца и посадить его в темницу. Царь знал, что его усердные слуги не будут щадить незлажного святителя. Действительно, они употребили все средства, чтобы скорее погубить своего единственного стойкого обличителя. Заключив престарелого страдальца в душную и грязную тюрьму, они сковали его по рукам железными оковами, ноги его забили в колоду, а на шею набросили тяжелые железные вериги. Наконец, думая уморить его голодом, целую неделю не давали ему пищи. Но узник, от юности привыкший к посту и воздержанию, все жил, находя подкрепление в молитве. И вот сами собой спали с рук и шеи праведного железные оковы, и ноги его освободились от тяжелой колоды. Бояре, посланные царем узнать, жив ли еще Филипп, доложили ему, о происшедшем. Но чудо не образунуло Иоанна, Иоанн воскликнул. Чары, чары сотворил мой изменник. Затем есть известие, царь приказал впустить кузнику голодного медведя, и на другой день пришел сам в темницу, но к удивлению своему увидел, что святой Филипп невредимо стоит на молитве, а лютый зверь спокойно лежит в углу. После того святого страдальца перевели в монастырь Никола Старого, который был назначен местом заключения для незложенного митрополита, причем на его держание было определено по четыре алтына в день. Желая как можно скорее изгладить в народе память о святом Филиппе, Иоанн Грозный поспешил назначить на освободившуюся кафедру нового митрополита. Выбор пал на слабого, хотя и доброго старца, тройского архимандрита Кирилла. 11 ноября он был уже возведен на митрополию. Казалось бы, с устранением святого Филиппа злоба царя должна была утихнуть, но раздраженный Иоанн еще не был удовлетворен и готовил невиданному страдальцу испытания еще более тяжкие. Зная, чем можно более огорчить святого Филиппа, он начал жестокую расправу с близкими ему людьми. Один за другим десять родственников митрополита погибли в муках и пытках, а одному из них, любимому племяннику Филиппа, после жестоких истязаний отрубили голову. Царь велел зашить ее в мешок и отнести к заключенному святителю со словами, «Вот голова твоего сродника, не помогли ему твои чары». Святой Филипп с богоговением принял жестокий дар, положил окровавленную голову пред собою и, поклонившись до земли, со слезами поцеловал ее, потом сказал, «Блажен его же избрал Иси и принял Господи». Терпение и мужество, с которыми святой Филипп переносил свои страдания, не вразумляли, а еще сильнее возмущали царя, тем более, что сочувствие народа было явно на стороне великого святителя. Поэтому Грозный решил удалить его из Москвы на заточение в Тверской отрочь монастырь. Много страданий вытерпал святой Филипп в продолжении пути и заточения. Плохая одежда едва защищала его от мороза, часто по несколько дней не приносили ему пищи. Мало того, жестокий пристав Стефан Кобылин и другие стража обращались с ним грубо и порой бесчеловечно. Но святой Филипп все переносил скротостью. Ни разу с уст его не сорвалось ни одной укоризны по отношению к мучителям, ни одной жалобы на свои страдания. Прошло около года, как святой Филипп томился в сточении. В декабре 1569 года Иоанн Грозный двинулся с войском на Новгород, чтобы покарать его за мнимую измену. Он шел, как на войну, все разоряя на пути. Когда же приблизился к Твери, вспомнил о заключенном здесь с митрополитой Филиппи и послал к нему злейшего из своих опричников Малюту Скуратова, как бы за благословением. Святитель Филипп, предчувствуя свою кончину, еще за три дня до этого говорил окружающим, «Настало время совершения моего подвига, отшествия моего близко». И, приобщившись святых тайн, спокойно ждал своего конца. Малюта вошел в келью и, смиренно кланяясь, сказал святому, «Владыка святый, подай благословение царю идти в Великий Новгород». Зная, зачем пришел посланец царский, святой Филипп ему ответил, «Делай то, зачем ты пришел ко мне, и не искушай меня, лестью и спрашивая дар Божий». Сказав это святой вознес к Богу свою предсмертную молитву, «Владыка Господи Вседержителю», так молился он, «приимись миром дух мой, и пошли от пресвятые славы твоей мирного ангела, наставляющего меня к тресолнечному божеству. Да не будет мне возбранен восход от начальника тьмы, и не посорами меня пред ангелами своими, но причисли меня к лику избранных, якоб благословен вовеки. Аминь. Малюта взял подушку и задушил ею святого Филиппа. Потом поспешно вышел из кельи, и, сообщив о смерти его настоятелю и братья, стал укорять их в небрежении к кузнику, который будто бы умер от чрезмерного угара в келье. В ужас пришли собравшиеся иноке, когда узнали о смерти праведного старца, и от страха не могли произнести ни одного слова. Недавая им опомниться, Малюта приказал вырыть глубокую яму за алтарем соборной церкви и при себе погребсти многострадальное тело святителя Христова. Не было при этом ни звона колоколов, ни благоухания фимиама, ни, быть может, самого пения церковного, ибо злой опричник спешил скрыть следы своего преступления. И как только могила была сравнена с землей, он немедленно уехал из обители. Так окончил жизнь свою великий святитель Христов Филипп, борец за правду и страдалец за мир и богоденствие нашего Отечества. 23 декабря 1569 года был днем его мученической кончины. Но недолго торжествовали враги святого Филиппа. Скоро гнев Божий постиг его гонителей. Бессердечный палач малют Искуратов немного после своего злодеяния был тяжело ранен, а потом и убит. Царь, видимо, тяготился преступлением и положил свою грозную опалу на всех виновников и пособников его казни. Несчастный архиепископ Новгородский Пимен по неизложении с престола был отправлен в заключение Веневский Никольский монастырь и жил там под вечным страхом смерти, а Филофий Рязанский был лишен архиерейства. Не остался забытым и суровый пристав святого Стефан Кобылин. Его постригли против воли в монахе и заключили в спасокаменный монастырь на острове Кубинском. Но главным образом гнев царский постиг Соловецкий монастырь. Честолюбивый игумен Паисий вместо обещанного ему епископства был сослан на Валаам. Монах Зосима и еще девять иноков, клеветавших на митрополита, были также разосланы по разным монастырям, и многие из них на пути к местам ссылки умерли от тяжких болезней. Как бы в наказание всей братьи разгневанный царь прислал в Соловки чужого пострижника Варлаама и ромонаха Белозерского Кириллова монастыря для управления монастырем в звании строителя. И только под конец дней своих он снова вернул свое благоволение обители, жалуя большими денежными вкладами и вещами для поминовения опальных и пострадавших от его гнева соловецких монахов и новгородцев. Вернулись милости царя, но одна потеря была невознаградима для соловецкой обители — лишение останков незабвенного ее настоятеля святого Филиппа. Прошло уже 20 лет со дня его кончины, и царский престол занимал не грозный Иоанн, но кроткий и набожный сын его Феодор Иоаннович, а честное тело святителя Филиппа все еще покоилось в Тверском отрочем монастыре. Горько скорбили об этом благочестивые иноки Соловецкие, вспоминая неусыпные труды и попечения святого о благоустройстве их обители. Наконец решили просить своего настоятеля Иакова, чтобы он исходатайствовал пред царем позволение перенести останки святого Филиппа в родную ему обитель Соловецкую. Иакова, сказал ему «Опять Воздух напомнился благоуханием, которое разливалось от мощей как бы от мира многоценного. Тело святителя было найдено совершенно нетленным, и даже ризы его сохранились в целости. Со всех сторон стали стекаться граждане, чтобы поклониться старсотерпцу Христову. Растроганный епископ со слезами припал к гробнице святого Филиппа, умоляя его поминать в своих молитвах царю всех Богу тот град, в котором он довершил свой мученический подвиг, и где много лет покоились его честные мощи. Вручив затем раку с мощами игумену Иакову, владыка со всем духовенством с крестами и хоругвями при великом стечении народа проводил святыню к берегу реки в Волге, откуда старцы Соловецкие с радостью повезли ее в свою далекую обитель. По прибытии святых мощей к Соловецкой пристани вся братья в сопровождении множества народа вышли навстречу им со свечами и кадилами. При пении священных песнопений они перенесли раку с мощами святителя в соборный храм преображения, который он создал своими трудами, и поставили там посредине храма. На следующий день после совершения торжественного богослужения нетленное тело святителя Филиппа было погребено на заповеданном им месте под папертью преображенского собора при церкви преподобных Зосимы и Саватия. Там до сего времени сохраняется надпись на белой каменной доске. Лето 7078 представился Филипп, митрополит в Отвери, декабря в 23-й день, лето 7099, то есть 1591 года. Привезены мощи Филиппа в Соловейский монастырь и погребены августа в 8-й день. Но ныне эта скромная надпись обозначает уже праздную могилу, в которой мощи святителя покоились в продолжении 55 лет. Дивный во святых своих Господь прославил великого угодника святителя Филиппа силой чудотворений. Его честные мощи соделались источником исцелений для всех с верою призывающих его святое имя. Упомянем о некоторых чудесах святого Филиппа. Вскоре после перенесения мощей святителя в Соловки монастырский рабочий Василий был послан вместе с прочими рубить деревья для обновляемого храма. Во время работы большое дерево упало на Василия и придавило его так, что разбитого работника с трудом довезли до обители. Терзаемый жестокой болезнью, он три года лежал расслабленным и, казалось, должен был потерять всякую надежду на выздоровление. Только вера на помощь свыше не покидала его. Движимый этой верой он стал горячо молить святителя Филиппа, «Ты мне будь надеждой прибежища, страдальчи, ныне спаси меня, погибающего». Пришел праздник Рождества Христова. Товарищи Василий ушли все в церковь к утрене, а он остался один и вскоре беседовал, что не мог быть в храме Божием. От слез и боли Василий ослаб и впал в легкий сон. И вот ему представилось, что он вместе с братьей на утрене и перед ним святой Филипп в одежде святительской с кодильницей в руках, сияющей ярким светом. Чудный муж приблизился к болящему и сказал «Встань, Василий, будь здоров именем Господнем и ходи». И с этими словами взял его за руку и поднял с постели. Больной от ужаса проснулся и к удивлению своему увидел себя стоящим у постели, с которой не мог сходить три года. Опомнившись, он немедленно отправился в церковь, где еще продолжалось утреннее словословие. И, рассказав братьям о бывшем чуде, со слезами благодарности поклонился гробу святителя. Так же чудесно исцелился и монах Геронтий, и на Григории, живший с ним в одной келье, рассказывал, что у Геронтия разболели зубы, и он решился их выдернуть. К зубной боли присоединилась другая немощь, ослабли у него ноги так, что он не мог двинуться с места. В таком мучительном положении Геронтий находился долгое время. Раз он просит Григория, своего сожителя по келье, довести его до раки святого Филиппа. Григорий жил серебряных дел мастер по имени Иоанн. Однажды он пришел в советскую обитель и рассказал, что долго страдал внутренней болезнью, и так как никакое врачевание не помогало, то он уже отчаялся в своем исцелении. В одну ночь, когда Иоанн от слабости несколько забылся, предстал ему светолетный муж в святительском влачении и спросил, что у тебя болит? Тот ответил, что болен утробую, и показал ему больное место. Иоанн, осенил его крестным знаменем и сказал, не знаешь ли меня? Я митрополит Филипп, что в Соловках. С этими словами он сделался невидим. Иоанн, очнувшись, почувствовал себя совершенно здоровым и принес благодашную молитву великому чудотворцу. Слава о чудесах святого Филиппа в скором времени распространилась повсеместно. Все Северное Поморе стекалось в Соловецкую обитель на поклонение гробу святого Филиппа, и память его, как нового заступника земли русской, была прославляема еще задолго до открытия его святых мощей. Местное празднование святому Филиппу началось со времени перенесения его мощей в Соловецкий монастырь. В декабрьской минее 1636 года уже содержится служба святителю. Торжественное же открытие мощей последовало лишь 10 лет спустя после этого времени. В 1646 году, 29 апреля, были присланы из Москвы к Соловецкому игумену Ильи две грамоты от царя Алексея Михайловича и святейшего Иосифа, патриарха Московского. Означенными грамотами повелено было мощи святителя Филиппа открыть и положить в новую раку. Если же одеяние его окажется ветхим или истлевшим, облачить в новое и из-под паперти перенести в Преображенский собор, а день перенесения праздновать во все последующие годы. С чувством живейшей радости встретили иноки это повеление и, назначив днем открытия мощей 31 мая, стали готовиться к всему торжеству. Они говели и усердно молились, прося милости у Бога и его новоявленного угодника святого Филиппа. Настал наконец и день светлого торжества. По совершении заутриней игумен Илья и с ним вся братья в преднесении множества свечей с крестами и новой ракой для чудотворца отправились на то место, где почивал святой Филипп. Здесь во время пения молебнов священно-иноки переложили честные мощи святителя в новую раку, оставив однако на нем старые одежды, ибо они нисколько не обветшали, пролежав в земле около восьмидесяти лет. Затем в сопровождении крестного хода и умиленного народа при пении священных песнопений, честные мощи были принесены в собор преображения Господня и поставлены там с правой стороны против иконостаса. и слава и слава и слава Господи со Творишем и слава 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 Гражданая церковная светила, Отечественная красота. Перенесение честных мощей Святого Филиппа Митрополита в Москву. Истинное правило. Спустя шесть лет после открытия мощей Святителя Филиппа, А именно в начале 1652 года, Пожеланию царя Алексея Михайловича Церковным собором было постановлено Перенести мощи Святителя Филиппа Из Славецкого монастыря в Московский Успенский собор. Думают, что эту мысль подал царю Никон, Митрополит Новгородский, Бывший впоследствии патриархом всероссийским. Тогда же решено было почтить память Двух других первосвятителей московских, Иова и Гермогена, Перенеся в Успенский собор их останки. В жизни и деятельности названных иерархов Была та общая черта, Что они были твердыми защитниками церкви И государственности в смутные годы нашей истории. А два из них и скончались мучениками Во исполнение слов Спасителя. Пастырь добрый душу свою полагает за овцы. Святой митрополит Филипп, Восставший против опричненной и жестокости царя, Послан в заключение в Тверской отрочь монастырь Иов, первый патриарх Российской Церкви, За противодействие самозванцу, С позором был низведен им с Патриаршего престола И заключен в Старицкий монастырь, Где он и скончался 19 июня 1607 года. Наконец, патриарх Гермоген, Неустрашимый борец против врагов Церкви и Отечества, Во время нашествия поляков на Москву Был уморен им голодом И скончался 17 января 1612 года После десятимесячного заключения В московском чудовом монастыре. Сам престарелый патриарх Иосиф Тожественно перенес Гробницу патриарха Гермогена В Успенский собор. За гробом патриарха Иова Был послан другой старец, Митрополит Ростовский Варлаам. С первых же дней Великого Поста Начались большие приготовления К отправлению посольства На Соловки за мощами святителя Филиппа. Во главе посольства было приказано Ехать к митрополиту Никону, Другу царя, К митрополии которого к тому же Принадлежала тогда Соловецкая обитель. Сопровождать митрополита Назначен был князь Иван Никитич Хованский И многочисленная свита Из духовенства и государевых служилых людей. Многие бояре и сами спешили И спросить себе отпуск На Соловки помолиться. По приказанию государя Для чудотворцевых мощей Был приготовлен на казенном дворе Бархатный покров. Более недели прошло в приготовлениях. Наконец, 11 марта, в четверг, На второй неделе Великого Поста Состоялись торжественные проводы Митрополита Никона В Успенском соборе был отслужен Молебен, на котором присутствовал Сам государь, и Никон С своей свитой В тот же день выехал Из Москвы. Предстоял дальний и небезопасный Путь вследствие Ожидавшегося вскрытия рек И бурности Белого моря. Действительно, 15 мая На второй же день Морского плавания, в который Никон со своей свитой Отправился на десяти больших лодках, Поднялась страшная буря. Сюда были сорваны сикарей И с изодранными парусами Носились по морским волнам, Пока не были выброшены на берег. А одна ладья Дьяка Леонтьева После этой бури Была найдена плавающей в море, Разбитая пополам. Так что не осталось Сомнения в том, Что все ехавшие в ней потонули. В числе погибших Оказался Егумен. Несколько священников И старцев, Отправленных в свите Никона. Но это печальное событие Не могло устрашить Новгородского владыку, Человека С несокрушимой силой воли. Оправившись несколько на суши От морского крушения, Он пересел на другие суда, Как только они были готовы, И немедля Продолжал путь. Третьего июня Московское посольство Наконец достигло Соловецкого острова, Где в обители Преподобных Зосима и Саватия Хранились, Как бесценное сокровище, Честные мощи, Страдаются Христова Филиппа. Митрополит Никон Немедленно отпорился В соборную церковь Преображения Господня И отслужил Благодарственный молебен По случаю прибытия На Соловецкий остров. После молебна Никон Обратился к Монашествующей Братьей с речью. Упомянув о подвигах И страдаческой кончине Святителя Филиппа, Он сообщил, Что благочестивый царь Алексей Михайлович По совещанию С благоверную Свою царицу И отцом Своим Святейшим Патриархом Вознамерился Возвратить Мощи Святого Митрополита Филиппа В свой Царственный Град Да водвориться Опять На Первопрестоле Своем В доме Пресвятой Богородице И да разрешит Своим Пришествием Грех Прадеда Его Царя Иоанна. Послал же Нас Государь, Заключил Свою Речь Никон, Восвятуюсь Ее Обитель И велел Нам, Богомольцам Своим, Купно С вами Молить О том Христа Бога И Святого Отца Филиппа, Чтобы Господь Бог Сподобил А Святой Филипп Соизволил В Царствующий Град Прийти на престол Своего Святительства. По окончании Речи Никон Показал Братья Привезенные Собою Грамоты Святому Филиппу От царя И патриарха И тут же Положил их В раку Святителя. Затем Назначил Всеобщий Трехдневный Пост И усиленные Всеночные Моления. По прошествии Трех дней Накануне Духового Дня Было Тожественно Отслужено Праздничное Всеночное Обдение С приложением Канона Святителю Филиппу, А в самый Праздник 7 июня Перед Литургией Молевен С водосвятием. По окончании Литургии Митрополит Никон, Став Нам воня Перед Собравшейся Братьей, Во Всеуслышание Прочел Оба Послания К Святителю Филиппу. Молебное Послание Царя Алексея Михайловича Сохранилось В полном виде. Приводим Его В переводе На современный Язык. Христову Подражателю, Небесному Жителю, Выше Естественному И Ангелу Воплоти, Лучшему И Премудрому Духовному Учителю Вашему, Пастырю Же И Молитвеннику, Великому Господину, Отцу, Преосвященному Филиппу, Митрополиту Московскому И всея Руси. По благоволению Вседержителя Христа Бога, Царь Алексий, Чадо Твое, Молитвами Святыми Твоими Здравствует. Ничто Ничто Так не Печалит Мои Души, Пресвятые Владыка, Как то, Что Ты Не Находишься В нашем Богохранимом Царствующем Городе Москве, Во Святой, Великой И Славной Соборной Апостольской Церкви Успения Пресвятой, Пречистой И Пребогословенной Владычице Нашей Богородицы И Преснодевы Марии, Вместе с Бывшими До Тебя И После Тебя Святителями, Чтобы Вашими Совокупными Молитвами Пребывала Неподвижна Святая Соборная И Апостольская Церковь И Вера Христова, Которую Спасаемся, И Стадо Нашей Святительской Паства Оставалось Безопасным От Губительных Волков, Ибо И Мы Многооружным Воинством, Но Божью Помощью И Вашими Святыми Молитвами Все Им На Пользу Устраивается. Еще Молю Тебя И Желаю Пришествия Твоего Сюда, Чтобы Ты Разрешил Согрешение Прадеда Нашего, Царя И Великого Князя Иоанна, Совершенное Против Тебя Нерассудно, Завистью, Нездержанную Яростью, Ибо Твое На Него Неготование, Как бы Нас Делает Сообщниками Его Злобы. Хотя Я И Не Поверен В Досаждении Тебе, Но Гроб Прадеда Постоянно Убеждает Меня, Приводит В Жалость. Постоянно Постоянно Да Да Отпустишь Ему Согрешение Своим Пришествием К нам Да Подашь Ему Прощение И Тем Да Уничтожится Поношение Которое Лежит На Нем За Твое Изгнание. Пусть Все Уверятся, Что Ты Примирился С Ним Ради Благодати Твоего К нам Пришествия И Пребывания Во Святой Соборной И Апостольской Церкви. Молю Тебя Осем И Честь Моего Царства Преклоню Предчестными Твоими Мощами Повергаю К молению Тебе Всю Мою Власть Приди И Прости Оскорбившего Тебя Напрасно Ибо Он Тогда Раскаялся В Содеянном Грехе За Его Покаяние И За Наше Прошение Приди К нам Святый Владыка Так Как Уже Оправдалось Евангельское Слово За Которое Ты Пострадал Если Царство Разделяется Само В Себе Не Может Устоять Царство Ту Теперь У Нас Нет Прекословящих Словам Твоим О Сведения Господних И Благодать Божия Ради Святых Твоих Молитв В Нашем Царстве Всегда Изобилует Нет Уже Ныне В Твоей Пастве Никакого Разделения Если Б Оно Было Не Устояло Но Ныне Все Единомысленно Просим И Молим Тебя Даруй Себе Желающим Тебя Приди С миром Во Своя Се И Свои Тебя Примут С любовью И Не Вмени Себе В Некое Искушение Посылаемое Нами Моление Ты Знаешь Воистину О Священное Главо Что Нам Это Чуждо Посему Уповаем На Господа Скоро Тебя Увидеть И Облабызать Ожидаемые Нами Честные Твои Мощи О Священная Глава Святый Владыко Филипп Пастырь Наш Молим Тебя Не Призри Нашего Грешного Моления Прийди Ко Нам С Миром Царь Алексий Желающий Видеть Тебя И Поклониться Мощам Твоим Святым Умилительное Послание Набожного Царя Прозвело На всех Присутствующих Сильные Впечатления Плащ Братья Сокрушавшиеся При мысли О необходимости Скоро Расстаться Со Своей Уважаемой Святыней Не раз Прервал Чтение Привезенных Грамот И Сам Никон Не мог Удержаться От слез Когда Молил Святителя Якуда Изволят Отойти В Царствующий Град С Миром Памятником Скорби Соловецких Иноков До сих пор Служит Сложенное Ими На день Проводов Своего Пасты И Учителя Не Подобало Бы Тебе Освятитель Филипп Оставлять Твое Отечество Но Должно К нам Возвратиться Где Ты Духовно Породился Где Ты Понес Разнообразные Труды Богоносным Отцам И Где Наконец Воздвиг Ты Великолепные Храмы Во спасение Иноков И К словословию Творца Моли Того Помолись Тому О спасении Душ Наших Когда Волнение Несколько Стихло Архимандрит С братьей Просили Никона Об оставлении Части Святых Мощей На благословение Обителям Никон Тот же Согласился Исполнить Их Просьбу И Мало Укрывшись Начал Отделять Часть Святых Мощей В ту же минуту Митрополит Почувствовал Чудесное Благоухание Которое Сподобилось Обонятии Многие Из Предстоящих Рака С честными Мощами Святителя Филиппа Была Поднята Поставлена На уготованный Одер И Покрыта Привезенным Из Москвы Царским Покровом Затем При пении Иноков И торжественном Звоне Колоколов Ее Понесли С собора На морское Судно Снова Раздался Неописуемый Плач Соловецкой Братьи Многие Из Иноков От слез Не могли Даже Ити И В изнеможении Падали На пути Но велика Была Радость Самого Митрополита И его Свиты Им Казалось Что и солнце В тот день Светило Ярче И воздух Благораствореннее Когда Святые Мощи Поставлены Были На судно А крестный Хотов Возвратился В монастырь Никон Угощал Братью Трапезу Отцарского Имени И Оделял Подарками К вечеру Того же Дня Седьмого Июня Он Отправился В обратный Путь В Москву Обратное Путешествие Митрополита Никона И Соловко В Москву Совершилось В один Месяц И без Особенных Препятствий Весь Путь От берегов Белого Моря До Москвы Путь Которым Святой Филипп Возвращался В престольный Град Свой После Осуждения Изгнания И мученической Кончины Представлял Из себя Необычную И умилительную Картину Ибо Народ Выходил Всюду Солпами С крестами И хорубями Чтобы встретить И проводить Святые мощи Страдальца Христова Первую ночь Пути Никон Провел На острове Заяцком Где некогда Святой Филипп Устроил Пристань И гостиницу Для плавателей Пробыв Здесь два дня В ожидании Погоды 10 июня Никон Отправился В море И во время Плавания По нему Только на Несколько Времени Останавливался Митрополит Не мог ослушаться Царского повеления И ускорил Свой путь Пересев на Речные суда Отправились Вверх по реке Аниги И 20 июня Вечером Достигли Каргополя За вершту От города Святые мощи Были встречены Духовестом С крестами И множеством Народа В городе Мощи были Внесены В соборную Церковь Рождества Христова И митрополит Никон Отслужил Перед ними Молевен На другой день Никон Совершил Здесь Литургию И после Полудня Продолжал Плавание По рекам И озерам До пристани Волока Короткого Откуда Сухим путем Направился К Кириллову Монастырю В деревне Взвозе Принадлежащем Названной Обители Раку С честными Мощами Поставили Опять В судно И плыли Реками Шексною И Волгою До Ярославля Куда После Пятидневного Плавания И прибыли 30 июня Здесь Плавание Должно Было Окончиться И Никон Не теряя Времени Продолжал Дорогу Сухим путем Через Переславль Залезкий На Троица Сергиевую Лавру 3 июля Не доезжая Верст Семи До обители Преподобного Сергия Митрополит Никон Остановился В ожидании Царского Указа Дорогу стекавшегося отовсюду для поклонения им народа и за опасением пожара от множества горевших свечей, но были помещены под царским шатром. Сюда же, в село, прибыли посланные царем для встречи и сопровождения святых мощей до Москвы, митрополит Казанский Корнилий и Вологодский архиепископ Маркел с духовенством и боярин Кнестр Беской со своей свитой. Это новое почетное посольство прибыло в село Воздвиженское в ночь на 6 июля и утром 7-го, после молебны перед мощами святителя Филиппа, торжественное шествие снова и на этот раз уже не так поспешно направилось к Москве. Митрополит Женикон после проводов из Воздвиженского, согласно царскому повелению, отбыл вперед в Москву. 8 июля мощи святителя Филиппа были перенесены в село Ростокино и поставлены в шатре близ церкви за невозможностью пронести их через узкие церковные двери. Между тем в Москве готовилась с царем великолепная встреча первосвятителю Христову. Она состоялась 9 июля. Рано утром весь путь от Кремля до нынешней Крестовской заставы был занят толпами народа. Из Успенского собора вышел крестный ход. Во главе многочисленного духовенства и архиереев шли митрополит Никон и митрополит Варлан Ростовский. За ними в богатейшем наряде с драгоценным посохом в руке шествовал сам царь, окруженный блестящей свитой. Крестный ход был за Осетинскими воротами у Напрудного, когда показалось шествие со святыми ващами, которые были приостановлены подле приходской церкви Троицы на капельках, на месте, до ныне называемом у креста, потому что в память описываемого события здесь поставлен дубовый крест, сохраняющийся и теперь в часовне. Тут произошло неожиданное и печальное событие. Престарелый митрополит Варлан, несмотря на все убеждения царя, хотевший принять участие в торжестве, так изнемог от утомления, что, не успев достигнуть раки святителя Филиппа, сел в кресло и скончался. Отдав нужное распоряжение, государь поспешил навстречу святому Филиппу. Он пал на землю перед его нетленными останками и со слезами умиления благодарил Господа, давшего ему узреть мощи, святого угодника Божия, возвращающегося со славою в первопрестольный град, откуда он так позорно был изгнан его царственным предком. После того рака со святыми мощами была принята царем и боярами на главы, и шествие направилось через город к Кремлю. Оно живо описано самим царем в письме к одному воеводе. С течения народа по всему пути от Напрудного до Кремлевских соборов было настолько велико, что нельзя было и яблоку упасть. Среди пения и звона колокольного раздавались вопли бесчисленных больных, которые на коленях или лежа на одрах вызывали к угоднику Божию о помощи. Произошло при этом несколько чудесных исцелений. При встрече у Напрудного получила исцеление немая бесноватая женщина, которая тут же стала говорить и сделалась совершенно здоровой. У лобного места произошло другое чудо – исцеление девицы. Когда же святые мощи были поставлены на лобном месте для молебна и сразу стали, видимо, даже стоявшим вдали, то все прослезились, умиленные видом торжества, с которым пастырь, изданный напрасно, возвращается опять на свой престол. Медленно подвигаясь сквозь густые толпы народа, священная процессия достигла Кремля, где на площади угранавитой палаты еще был исцелен слепой. Наконец, святые мощи были внесены в Успенский собор и поставлены на том самом омвоне, с которого святой митрополит Филипп при жизни раздавал благословения, получал паству и обличал грозного царя. Тотчас же, по внесению святых мощей в собор, отслужена была божественная литургия. Десять дней стояли мощи святителя Филиппа среди собора, переполненного с утра до вечера молящимися, и при них неутомимый в своей ревности Никон, читавший молитвы над больными и благословлявший людей от имени новоявленного чудотворца. Все эти дни раздавался звон колоколов, как на святой неделе. Радость была всеобщая. Перед святыми мощами постоянно служили молебны, и от них изливались новые чудеса. «Не было дня», — пишет царь, — «чтобы кто-нибудь не получил исцеления». Самое меньшее, когда в сутки исцелялось двое или трое, но было по пяти, шести и даже до семи чудесных исцелений. И не только болевшие в восемь лет, но и двадцать и тридцать лет страдавшие всякими болезнями, кровоточивые и бесноватые, с равной легкостью исцелялись. Поразительный случай исцеления жены Стефана Вильяминова. Будучи слепой и глухой восемь лет, она, кроме того, страдала еще и головной болью. Страдания эти настолько усилились, что она уже велела читать отходную и забылась. Но явился ей чудотворец и сказал, — «Вели себя нести к моему гробу». И как только ее принесли к мощам святителя Филиппа, она в тот же час прозрела, начала слышать, встала на ноги и, возблагодарив Бога и его великого угодника, пошла домой вполне здоровой. 17 июля в Успенском соборе происходило особое празднество перед мощами святителя Филиппа по случаю их перенесения. Накануне этого дня торжественно отслужены были вечерние и всеночные бдения, а в самый праздник — литургия. На все богослужения выходил государь в праздничном наряде. Празднество закончилось обильным угощением у государя. Можно думать, что именно в этот день мощи святителя, переложенные в новую серебряную раку, были поставлены на приготовленное для них место с правой стороны собора, близок Анастаса, у предела святого великомученика Дмитрия Солунского. Здесь они находятся и до ныне. С этих пор память святителя Филиппа стала честоваться особенно торжественно. День страдальческой кончины его, 23 декабря, праздновался в Москве соборным служением патриарха. Не менее торжественно отправлялся и праздник 17 июля в честь перенесения мощей святого Филиппа. Но так как торжество 23 декабря ослаблялось службу наступавшего сочельника перед Рождеством Христовым, то иногда оно переносилось на рождественские праздники и на первые числа января и даже на февраль месяц. Праздник в честь перенесения мощей святителя также переносился на другие числа июля и даже на август. Наконец в 1661 году праздники в честь святителя Филиппа были окончательно перенесены по воле царя Алексея Михайловича с 23 декабря на 9 января и с 17 июля на третье число того же месяца. В эти дни празднуются они и до ныне. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Во имя Отца и Сына и Святаго Духа Житие святителя Филиппа, митрополита Московского В жизни великого между святыми Божиими Филиппа две части – жизнь пустынника и жизнь пастыря церкви. Святый Филипп в мире Феодор родился 11 февраля 1507 года. Знатность происхождения и отличие предков по службе обещали ему блистательный ход в свете. Он происходил из знаменитого рода Колочевых. Отец Феодора, Степан Иванович, был любим великим князем Василием, как муж, исполненный ратного духа. Мать Феодора, Варвара, была набожна и благочестива. Она и скончалась инокинею в арсенофии. Лучшим утешением для родителей Феодора было защитить обиженного, дать кровь бесприютным, накормить и одеть нищего. Понятно, что сын таких родителей получил лучшее воспитание. Феодор учился, как и другие, по церковным книгам, и любовь к душеполезному чтению осталась в нем до гроба. Другим училищем был для него храм Божий. Дворянин знатного рода готовился и на службу отчизни. Великий князь Василий взял Феодора ко двору, узнав о благородных качествах души его. Юный Иоанн полюбил его. Но в малолетство Иоанна жизнь при дворе была вдвойне опасна. Опасна была для жизни, от интриг боярских. Опасна для сердца, от разврата. Молодой придворный не разделял с другими жизни рассеянной, но не был и тем, чем мог быть. То самое, что, будучи старше двадцати пяти лет, не вступал он в супружескую жизнь, показывает, что в душе его была уже мысль о другом роде жизни. Но он медлил, откладывал от времени до времени. И вот Господь сам позвал его к лучшей жизни. В третий воскресный день после Пятидесятницы, 5 июня 1537 года, случилось ему во время литургии слушать слова Спасителя. «Никто же может двема господинома работатьи». На этот раз слова Спасителя так сильно поразили его, что он решился навсегда расстаться с миром. Это было на тридцатом году жизни его. Феодор тайно в одежде простолюдина удалился из Москвы, явился в Соловецкую обитель, и, незнаемый никем, кто и откуда он, принял на себя суровые работы. Сын знаменитых и славных родителей рубил дрова, копал в огороде землю, работал на мельнице и на рыбной ловле. Испытанный в течение полутора лет, пострижен он по желанию своему в монашество с именем Филиппа и отдан под надзор опытному старцу Ионе, собеседнику преподобного Александра Свирского. Но он удалился из обители в уединение и долго подвязался там, незримой людьми. Спустя девять лет жизни Филипповой в обители игумен Алексий, чувствуя свою дряхлость, пожелал, чтобы братья избрали себе другого настоятеля. Выбор пал на Филиппа. При блаженном Филиппе Соловецкая обитель получила новый вид и в хозяйственном, и в нравственном быту. Филипп принимал в обитель разборчиво. Только таких, которые искренно желали подвязаться для Господа. Он не давал места в обители для праздности и лени. Все трудились в ней. По временам от хлопот звания своего удалялся он на безмолвие за две версты от обители. И место уединенных подвигов его доселе называется пустынею Филипповую. В 1566 году Иоанн Грозный вызвал игумена Филиппа в Москву для духовного совета. Это значило, что Филипп облечен будет саном первосвятительским. Царь принял Филиппа с честью, говорил и обедал с ним дружески, и, наконец, объявил, что желает видеть его на кафедре митрополита. Филипп Филипп долго не соглашался принять высокий сан. «Не могу», — говорил он со слезами, — «принять на себя дело, превышающие силы мои». «Отпусти меня, Господа ради! Зачем малой ладье поручать тяжесть великую?» Царь настаивал на своем. Филипп объявил, наконец, что исполнит волю царя, но с тем, что оставит за своей совестью свободу и долг печаловаться за невинно гонимых и говорить о правде евангельской. В первое затем время дела шли покойно. Развратная опричнина притихла, опасаясь пустынного святителя. Царь осыпал его ласками и вниманием уважительным. Москва радовалась, увидя тишину с появлением нового святителя. В последние половины 1567 года поднялись дела опричнины. Доносы, клеветы, убийства, грабежи. Особенно по возвращении из безуспешного похода литовского царь был в сильном раздражении и этим пользовались злодеи. Святой Филипп отправился увещевать царя в Александровскую слободу. Державный царь, говорил святитель наедине Иоанну, облеченный саном самым высоким, ты должен более всего чтить Бога, от которого и принял сан. Ты образ Божий, но вместе и прах. Властелин тот, кто владеет собою и не служит низким похотям. Слышно ли, чтобы благочестивые цари волновали свою державу, как взволнована твоя? Иоанн закипел гневом и сказал, «Что тебе, чернецу, до наших царских дел?» Святитель отвечал, «По благодати Святаго Духа, по избранию Священного Собора и по нашему изволению, я пастырь Христовой Церкви. Мы с тобою должны заботиться о благочестии и покое православного христианского царства. «Молчи!» сказал Иоанн. «И нас благослови на дела нашей воли!» «Молчание неуместно теперь», отвечал Святитель, «оно размножило бы грехи и пагубу». «Филипп», сказал Иоанн. «Не прикословь державе нашей, чтобы не постиг тебя гнев мой или оставь митрополию». «Я не посылал», отвечал Святитель, «ни просьбы, ни ходатаев и не наполнял ничьих рук деньгами, чтобы получить сей сан. Иоанн». «Ты лишил меня пустыни моей!» «Твори, как хочешь!» Иоанн возвратился в Москву в черной одежде и с обнаженным мечом. В таком виде сопровождали его опричники. Последовали казни. К Святителю приходили вельможные и простые и со слезами умоляли о защите. Святитель утешал несчастных словами Евангелия. «Дети», — говорил он, «Господь милостив. Он не посылает искушений более, чем можем понесть. Надобно быть и соблазном, горе тому, кем соблазн приходит. Все это, избранники Божии, случилось с нами по грехам нашим, для исправления нашего. Да и счастье обещано нам не на земле, а на небе». Марта Второго В крестопоклонное воскресенье царь пришел в храм соборный. Он и опричники были в черных одеждах, с высокими шлыками на головах и с обнаженными оружиями. Иоанн подошел к митрополиту, стоявшему на своем месте, и ждал благословения. Цветитель безмолвно смотрел на образ спасителя. Опричники сказали, «Владыка, государь перед тобою, благослови его». Блаженный, взглянув на Иоанна, сказал, «Государь, кому поревновал ты, приняв на себя такой вид и исказив благолепие твоего сана? Ни в одежде, ни в делах не видно царя». У татар и язычников есть закон и правда, а в России нет правды. Иоанн распалился гневом и, растерявшись, сказал, «Филипп, уже ли думаешь переменить нашу волю? Не лучше ли быть тебе одних с нами мыслей?» «К чему же вера наша?» отвечал святитель. «Напрасны и страдания спасителя и его заповеди, данные нам. Не жалею я тех, которые пострадали невинно, они мученики Божии, но скорвлю за твою душу?» Иоанн пришел в неистовство, махал рукою на святителя, стучал палкою об пол храма и грозил казнями. «Нам ли противишься ты? увидим твердость твою», говорил Иоанн. Июля двадцать восьмого святитель совершал крестный ход в Новодевичьем монастыре. Иоанн, желавший казаться наборным, явился здесь с опричниками в их полном наряде. В то время, как пришел царь, святитель хотел читать Евангелие. И, преподавая мир всем, увидел опричника в Тафье. «Державный царь», сказал святитель, «добрые христиане слушают Слово Божие с непокрытыми головами. С чего же эти люди вздумали следовать Магометанскому закону стоять в Тафьях?» «Кто это такой?» спросил царь. Но виновный спрятал Тафью, а товарищи его сказали, что митрополит лжет и восстает на царя. Иоанн вышел из себя, грубо ругал святителя, называл его лжецом, мятежником, злодеем, клялся, что уличит его в преступлениях. Приказано было произвесть следствие в Соловках. Долго не могли там и пытками вынудить какое-либо обвинение Филиппу. Там называли его праведным, и святым. Наконец, игумен Паисий, которому обещали сан епископа монах Зосима и с ним еще некоторые, враждовавшие на Филиппа еще во время его игуменства, согласились быть клеветниками против святителя. Составили донос. В Москве Паисий в присутствии царя и духовенства со всей наглостью обвинял Филиппа. Святитель кротко сказал Паисию, «Что сеешь, то и пожнешь». И, обратясь к царю, говорил «Государь, не думаешь ли, что я боюсь смерти? Достигнув старости, готов я предать дух мой Всевышнему моему и твоему владыке?» Оставляю жезл и мантию митрополичью. А вы, святители и все служители алтаря, пасите верное стадо Христово, готовьтесь дать отчет и страшитесь небесного царя более, чем земного. Святитель снял с себя белый клобук и мантию. Но царь остановил его, сказав, что ему должно ждать суда над собою, заставил назад взять утварь святительскую и еще служить литургию восьмого ноября. Участь святителя тогда же ноября четвертого была решена. В день архангела Михаила святитель начал служение в соборе. Явился Басманов и вслух народа прочел осуждение Филиппу подоносом клеветы. Опричники бросились в алтарь, сорвали со святителя одеяние его, одели в рубище, вытолкали из храма, посадили на дровни и повезли в Богоявленский монастырь, осыпая бранью и побоями. Толпы народа со слезами провожали святителя, а он покойно благословлял народ и свою долю. Пред воротами обители он сказал народу, «Дети, все, что мог, сделал я. Если бы не для любви к вам, и одного дня не оставался бы я на кафедре. Уповайте на Бога, терпите». На другой день привели его в Кремль для выслушания приговора. Филиппу, будто бы уличенному в волшебстве и тяжких винах, надлежало кончить дни в заключении. «Вспомни, царь», сказал праведник, «каковы были добрые цари. Помни, что на злых есть строгий суд правды Божией». Иоанн движением руки велел неумолимым стражем взять Филиппа. Его отвели в смрадную комнату, заковали в оковы, на шею наложили тяжелую колоду, руки скрепили цепью и целую неделю не давали ему куска хлеба. Твердый молитвенник питался молитвою. Его нашли без оков и цепей свободным. Царь, услышав о том, изумился, но потом сказал «Чары». Иоанн велел отправить Филиппа в заточение в Тверской отрочь монастырь. Прошло около года, как святитель Филипп томился в заточении. Иоанн отправился в Новгород. Малюта Скуратов явился в келью Филиппа и с видом смирения сказал «Владыка святый, преподай благословение царю на путь в Новгород». Святитель знал зачем явился Малюта. Еще за три дня до того сказал он бывшим при нем «Вот приблизился конец моего подвига». Малюте отвечал он «Делай что хочешь но дара Божия не получают обманом». Сказав это он встал на молитву и просил Господа да приимен дух его с миром. Малюта задушил святителя подушкою и сказав настоятелю что умер он от угару приказал при себе похоронить его. это было 23 декабря 1569 года. В 1591 году нетленное тело святителя перенесено было из Твери в Соловецкую обитель на место иноческих подвигов его. В 1652 году по мыслям блаженного Никона тогда еще митрополита Новгородского мощи святителя торжественно были перенесены в Москву. В грамоте обращенной к святителю живому пред Господом благочестивый государь Алексей Михайлович писал «Молю тебя прииди сюда дабы разрешено было согрешение прадеда нашего. Преклоняю царский сан мой за согрешившего пред тобою пришествием твоим к нам оставь согрешение его». Трогательно и поучительно было торжество святителя возвращавшегося на кафедру. В соборе на самой середине стоял гроб десять дней и во все дни с утра до вечера был звон как в пасхальную неделю. Молитвами святителя Филиппа митрополита Московского господи Иисусе Христе Боже наш помилуй нас аминь до господа гроб до